Фазотрон То есть он успешно отработал 73 года, значит, что произошло в декабре прошлого года, ну и сейчас вот он на грани остановки, как я понимаю, ситуацию. Ну и, значит, это вот демонстрация последних работ, которая была выполнена на протонных пучках. Часть из них посвящена радиобиологии, часть другим исследованиям. И сегодня в программе у нас около 10 докладов. Народ в зуме есть у нас, Саша? 16 человек в зуме еще, кроме тех, кто в зале. Вот, и, значит, как мне сказали устроители этой конференции Фазотрона, просьба строго придерживаться регламента, поскольку у нас много докладчиков. И, значит, планируется время на доклад максимум 10 минут, к сожалению, вот так. Ну и мы заготовили таблички, будем показывать, что осталось 2 минуты и табличку конца времени. Ну и мой председатель, позвольте представить, кто не знает, а, наверное, все знают, конечно, Митсон Геннадий Валентинович, начальник отдела Фазотрона, сопредседатель данной конференции и семинара. И давайте начнем выступление. И первый доклад у нас сегодня Михаил Станиславович Новиков из ЛФВЕ. Облучение высокотемпературных сверхпроводящих проводов, так называемых ВТСП-ленд второго поколения, на пучке Фазотрона для увеличения критических токов лент в магнитных полях и повышения рабочих температур магнитов. Пожалуйста. Значит, работа посвящена нашим задачам по созданию магнитных систем из высокотемпературных сверхпроводников и особенно тому разделу, который является улучшением свойств ВТСП на Фазотроне. Значит, у нас имеются следующие проекты в разной стадии проработки, которые требуют или в которых желательно присутствие установки Фазотрона. Это проект по модернизации нуклотрона, глубокой модернизации с заменой магнитов. В том числе один из основных вариантов рассматривается, что обмотки в них будут из высокотемпературного сверхпроводника. Что такое высокотемпературный сверхпроводник современный? Это вот здесь показано на схеме ВТСП-лента многослойный композит с одним-двумя микронами слоем керамики и трибари Купрумо. Мы, значит, уже освоили изготовление сильноточного кабеля с проточным охлаждением и из этих лент, соответственно, сделали экспериментальную кабельную установку и делаем серийную. Далее, значит, по тематике нуклотрона и других подобных ускорителей мы освоили технологию намотки из этого кабеля на примере квадрупольного магнита подобных обмоток. Значит, намотали, победив несколько технологических проблем и испытали успешно ток более рабочего на температуре, которая пока на данный момент планировалась. Здесь это охлаждение жидким неоном, который кипит при 28 кельвинах. Ну, там при 31 кельвинах у нас было больше 10 килоампер, больше номинального тока. Кроме того, мы разработали для этого кабеля спаи с ноноомным сопротивлением. И вот стадия неоновых температур для этих магнитов во многом пройдена. Кроме того, мы будем принимать участие в программе циклотронов. Следующая стадия – это разработка ВТСП-обмотки после уже первого циклотрона с необетистановой обмоткой. И немного затронули уже высокополевую тематику. Это магнит для источника ультрахолодных нейтронов. Значит, участвуют в этих работах не только несколько лабораторий ОИИ. И это ЛФВФ, в первую очередь, по магнитам. Значит, ЛЯП и ЛЯР – это и ускорители для облучения заряженными частицами. И в ЛЯП проект циклотрона. И ЛНФ – это проект высокополевого магнита. Только-только начинаем прорабатывать. Кроме того, участвует Объединенный институт высоких температур, МИФИ и компания С-Инновации, которая производит, собственно говоря, в России ВТСП-ленту. И ленту, которую мы применяем. Значит, нам хотелось бы выйти в магнитах до 2 Тесла на азотные температуры или, в крайнем случае, на 50 Телину с охлаждением газообразным гелием. Поэтому, значит, это требует некоторого увеличения критических токов. Потому что ВТСП-сверхпроводник второго поколения, он очень сильно анизотропен. И у него довольно сильно с температурой падают критические токи в магнитных полях. Это можно исправить, добавив дополнительные центры пиннинга. Пиннинг – это такое явление, когда абрикосовские вихри закрепляются на дефектах, не происходит на постоянном токе перемагничивания в базе стационарных режимов диссипации энергии и остается нулевое сопротивление сверхпроводника. Как только вихри срываются с решетки дефектов, то тут же уже происходит переход в нормальное состояние, грубо говоря. Такие дефекты могут добавляться путем облучения заряженными частицами. Рассматривались в основном ионы и протоны. На ионах хорошие результаты на коротких кусках, но есть проблемы с переходом к промышленной технологии. На фазотроне имеется пучок энергий 660 МЭФ, пучок протонов, который 30 см пробега в свинце, а, соответственно, в материалах магнитов еще больше. Он позволяет работать с многослойными структурами, такими как обмотки готовых магнитов и бобины с ВТСП-лентой. Сначала мы пробовали просто ленту на перемотке, но там медленно получается с флюенсами, поэтому бобины, обмотки, кабели, вот это все может облучаться, и это именно как раз основное преимущество фазотрона, кроме большого потока и достаточной энергии для таких изменений, для создания дефектов. Мы сделали несколько устройств позиционирования и облучили 4 бобины с лентой при разных флюенсах, кусок кабеля в виде витка, небольшой соленоид, и планируем еще облучить вот эту вот обмотку квадрупольного магнита, которую мы успешно испытали при 30 кельвинах, чтобы поднять у нее критический ток при температурах близких к азотным. Первые результаты, ну вот здесь представлены, мы еще сейчас меряем, только-только-только начали измерение того, что облучали. На коротком куске получили один довольно хороший результат. Вот тут показаны черным цветом. А, в первую очередь надо отметить, что температуры критические не падают даже тогда, когда есть серьезное увеличение тока, и даже когда проводит максимум, и после него есть серьезное снижение крит-тока. Но температуры критические остаются при этом виде облучения. Это очень хороший признак. Значит, здесь показаны черным цветом референсные значения крит-токов от поля, примерно такой же ленты. И красным – это то, что на облученном образце, который был в центре пучка, ну, близко к центру пучка. И вот видно, что у нас на многих температурах, например, на важных нам азотных, там в два раза и больше увеличение крит-тока. Ну, то, что удалось получить на бобинах, значит, на 30 кельвинах, мы еще там не весь диапазон промерили, на 30 кельвинах вот референсное значение, опять-таки, черным, не облученное. Красный – это был максимум, тоже очень хорошее увеличение. Там растут как начальные токи в азоте в собственном поле, так и лифт-фактор, то есть коэффициент, зависящий от поля и температуры. И вот такие вот хорошие увеличения, а при большем флюенсе, ну, наоборот, деградировала обмотка, то есть деградировала бобина, то есть мы ее, грубо говоря, подожгли. То есть мы где-то проскочили максимум. Но на азоте, так, результаты меньше, и возможно, что нужна вторичная имплантация ионов, которая была на коротком куске. И обязательно надо продолжение, значит, работ. То есть измерение того, что наоблучали крит-токи, модернизация методики измерения прямо на промотке. И, значит, дальнейший эксперимент по облучению обмоток, бобин. А дальше идет вот таблица, которую я здесь вот привожу. Не буду подробно уже рассказывать за недостатком времени. Но здесь видно, что большие планы, большие возможности и большая выгода от этих всех модификаций радиационных. Даже вот, я не говорю уже про научный результат, который будет уникальным в мире, с длинными кусками никто не работал еще. Но и вот чисто по стоимостям. А также возможны перспективные проекты, если все хорошо пойдет. А уже к этому есть тенденция. Поэтому необходимо, я тут тоже буду краток, продление хотя бы на 1-2 года для завершения НИОКР. И дальше по результатам рассмотрения, какие магниты мы будем делать и в какие годы, на каком ускорителе. И скорее всего, фазотрон останавливать-то не надо в любом случае. Потому что уникальная установка. И вот есть практический результат и научный результат. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Станиславович. Значит, такой вопрос. Вот, допустим, фазотрон еще год проработает или два, да? Что это даст? Ну, это даст отработанную технологию. На самом деле, если все будет удачно, то успешно, то дальше надо, чтобы еще работал, возможны какие-то модернизации, там, системы управления и всего, чего надо. Вообще говоря, установка-то, ну, я не знаю, зачем закрывать-то, когда на ней работать и работать. Ну, вот правда. Очень для меня было неожиданно и понятно. Об этом мы позже немножко поговорим в дискуссиях. А можно ли вот вообще, как бы, сделать эту задачу коммерческой? Конечно. То есть, наверняка ведь не только в нашем институте такие магниты и соленоиды-то. Конечно. Ну, вот эта вот нижняя часть вот таблицы, это все коммерческие применения. А вот верхняя часть, это внутренние проекты, на которых будет экономия, где на криогенике, где на ленте, где просто создание уникального магнита. Ну, занимаются, но в основном результаты на коротких кусках, на ионах, как-то вот мало еще подошли к тому, чтобы вот так массово облучать. Но к этому уже все идет. Мало таких ускорителей. Вот это вообще уникальный ускоритель. Ну, есть еще PSI подходящий. Ну, рассматриваются некоторые варианты, но там везде трудности. Например, на циклотронах надо работать в вакууме, и все будет занимать долгое время. А дадут ли, например, на DC-280 какое-то долгое время? Я думаю, нет. Ну, и так далее. На других тоже. Вот пока что длинные куски – это фазотрон. Обмотки – это точно фазотрон, потому что длина пробега ионов, она либо низкая, либо на сверхэнергетичных ионах, как на макулатроне, там малый поток. И тоже время надо получать. Так, еще вопросы, коллеги, есть? Может, из зумы кто-то хочет? Не хочет. Ладно, тогда спасибо большое за доклад. И следующий у нас Олег Валерьевич Белов. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, надеюсь, меня слышно. Я в своем кратком сообщении постараюсь подчеркнуть актуальность работы проводимых на фазотроне, которые проводились за последние годы. И мы надеемся, что будут проводиться в области космических исследований. И здесь я постараюсь представить вот эти работы на предмере научной программы, которая проводилась Институтом медико-биологических проблем, которая является нашим давним партнером, партнером ОИИ в целом, партнером разных лабораторий, и ЛЯП, и проекта НИКа в последнее время. И вот на этом примере хотелось бы поговорить не просто об отдельных исследованиях, а о целых программах, которые запущены были этим институтом в свое время, и где фазотрон играл и продолжает играть, ну, в общем-то, ключевую роль до сих пор. Ну вот, значит, в программе этого института можно выделить три больших блока, которые совместно с нами выполнялись и выполняются. Первое — это, ну, можно сказать, практические задачи космической радиобиологии. То есть это некая целая программа экспериментов на лабораторных животных, клеточных культурах, тканях, которая продолжалась, ну, в общем-то, достаточно долгие годы, и достигнуты были очень интересные результаты. Какие-то проекты были начаты только лишь вот недавно, какие-то продолжались вот за последние несколько лет. Второй блок, я очень кратко иду по этим блокам, это совершенственный средств радиационной защиты космических кораблей, что связано с целой программой экспериментов в области радиационной защиты и дозиметрии, где традиционно сотрудники и МБП приезжали и выполняли эксперименты на фазотроне с различными, значит, модификациями, скажем так, пучка, да, с различными защитами. И третий большой блок — это программа в области радиационного контроля в космосе. Это то, что связано с разработкой, калибровкой новых детекторов, то есть тот блок работы, который тоже очень активно в Институте медико-биологических проблем. РАН сейчас развивается. Но я не сказал, Институт медико-биологических проблем — это головная организация Российской Федерации, на которой возложены функции обеспечения безопасности космических полетов, как пилотируемых, значит, орбитальных, так и перспективных, которые планируются вот в будущем. То, что называется, значит, полеты вне магнитосферной. Ну, вот очень кратко хотелось бы представить результаты, которые получены, да, вот общая статистика хотя бы, да, только за последние пять лет сотрудниками ИБП РАН в сотрудничестве и с нами, и самостоятельно, значит, опубликовано более 20 работ, выполненных вот с использованием в том числе пучков фазотрона института. Получено два патента на противолучевые средства, ну и защищено три кандидатские диссертации с использованием в том числе, вот, значит, тех пучков, которые доступны здесь. В рамках двух последних сеансов, которые были, наверное, наиболее продуктивными, такими концентрированы на фазотроне, были, была, значит, проведена серия экспериментов на лабораторных животных, на мелких лабораторных животных. До этого, значит, использовались эти пучки в том числе для проведения экспериментов на приматах, то есть это тоже один из совместных проектов с Объединенным институтом ядерных исследований от этого института. Вот, конечно, протоны, ну вот как видно из этих графиков, и это понятно, занимают достаточно важное место вот в спектре галактических космических лучей. И, в общем-то, ну, вот, мы обсуждали много с сотрудниками института, как бы, вот, перспективы альтернатив, да, но на данный момент, вот, альтернативные машины, где можно было бы делать в таком вот ключе эти эксперименты, достаточно стабильный пучок имеет, достаточно большое время для облучения, и, ну, в общем-то, практически все условия работы, значит, здесь в институте, ну, в общем-то, сложно найти, да. Есть что у нас, есть еще, может быть, там, допустим, Обнинск, да, допустим, перспективно, но там машина медицинская, она загружена достаточно сильно, вот характеристики пучка тоже отличаются, и, конечно, вот пучок с энергией 660 МЭФ на нукло, ну, это как раз, ну, собственно, то, что нужно для проведения этих работ. Ну, следует сказать, что часть, конечно, этих работ, которые вот в этих программах стартовали, только лишь начаты были, вот, за последние два года, я чуть позже скажу на дальнейших слайдах, начат целый ряд экспериментов, да, ну, и, собственно, вот, судьба экспериментов теперь, как говорится, ну, в некой неопределенности, если действительно будет поднят вопрос о, значит, вот, решен вопрос о закрытии фазотрона, в общем-то, совершенно непонятно, как вот эти вот три программы дальше будут реализовываться в части именно источников протонного излучения. Поэтому вот здесь краткое такое представленное резюме, да, то, что, в принципе, мы считаем, что продление работы фазотрона, как минимум, вот на один-два года, до введения в действие хотя бы вот аналогичной машины с аналогичными характеристиками, да, на которые можно было бы продолжить эту программу, является, в общем-то, критической задачей вот для всех этих программ, которые, ну, имеют, в общем-то, государственные значения. Не будем этого, кажется, скрывать. Ну, а дальше на двух-трех последующих слайдах я просто проиллюстрирую несколько последних экспериментов, которые вот в рамках последнего, допустим, последних двух лет, скажем, вот, проведены. Из программы экспериментов на лабораторных животных, клеточных культурах и тканях вот выполнен большой эксперимент по разработке экспериментальной модели, которая имитирует компоненты космического излучения для выбора адекватных методов тестирования повреждающего воздействия радиации. Эта большая работа была как раз вот в 22-м году вышла публикация, была опубликована, значит, в бюллетене экспериментальной биологии и медицины. Ряд публикаций еще готовится. Вот. Это моделирование, значит, воздействия излучений за защитой, то есть там различные интересные комбинации достаточно возникали у экспериментаторов, когда ставили защиту разной толщины, ну и смотрели, как отличается эффект, значит, после этой защиты. В части программы экспериментов в области радиационной защиты это работы, которые были стартованы даже с, значит, привлечением коллег еще из Италии, которые, вот, кстати говоря, последний, 19-20 год мы выпустили, значит, ряд публикаций по этому вопросу. Это то, что относится к развитию тестирования медикаментозных средств защиты от ионизирующих излучений в применении, значит, для космической отрасли, да. Тоже ряд работ интересных выполнен. И очень большой кусок этих работ выполнен как раз на Фазотроне института. Приезжали коллеги из Италии в свое время, да. Мы с ними проводили совместные эксперименты. Вот сейчас это результировало в достаточно интересные, такие, значит, совместные публикации. Ну и интерес большой, интерес большой. Здесь, конечно, нужно отметить, что и стран-участниц, вот периодически к нам обращаются люди с инициативами о проведении совместных работ, где, конечно, протонные излучения, фазотрон играют, ну, в общем-то, очень большую, серьезную роль. Несмотря на то, что у нас в институте развиваются крупные проекты мегасайенс типа НИКИ, да, протонный пучок, да, НИКИ все-таки это тяжелые ионы. Тяжелые ионы высоких энергий. Это специфика, значит, этого большого ускорительного комплекса, не будем об этом забывать. А что касается стабильного протонного пучка, где есть хорошая дозиметрия, где есть, значит, необходимая инфраструктура, то, ну, в общем-то, альтернативы, наверное, здесь не будет, даже если, вот, так сказать, в перспективе нескольких лет, когда комплекс НИКИ уже заработает на полную мощность. Все равно это тяжелые ионы, несколько другая тематика. А протонный пучок мы привыкли к тому, что он есть всегда, что мы ориентируемся на него как на некую референтную точку, когда проводим, скажем, вот исследования даже на тяжелых ионах, даже в других организациях. Но, в общем-то, без этого пучка, конечно, будет очень сложно. И мы очень надеемся, что все-таки вот такой общий запрос, да, от нескольких организаций, ну, как-то он будет рассмотрен, не останется без внимания, и что судьба фазотрона все-таки еще продлится на какое-то время. Ну, и вот пару слов скажу о комплементарных исследованиях в дополнение к программе на тяжелых ионах, то, что связано с таким вопросом, как вот защитные материалы, радиационный контроль в космосе. Вот мы недавно стартовали в рамках проекта НИКОС, МБПРАН, значит, проект в области изучения защитных свойств неких новых композитных материалов инновационных. Вот, ну и, конечно, значит, мы получилось так, что стартовали именно с тяжелых ионов высоких энергий, но, значит, изучение защитных свойств этих материалов на протонах, вот, оно в высшей степени важно как некое продолжение, опять же, как некая референтная точка по сравнению с, значит, тяжелыми ионами. Поэтому мы вот альтернативы пока не видим. Потому что выход на другой какой-то пучок, это всегда сложности инфраструктурные, всегда сложности организационные. Здесь же Институт медико-биологических проблем имеет не просто, как говорится, свой интерес, имеет свою базу, имеет свой фактический корпус, который на территории площадки находится, ну и, в общем-то, это всегда было и есть, ну, идеально, можно сказать, местом для развития таких работ здесь, в Дубне. Вот, поскольку Институт медико-биологических проблем вообще начал на минутку сотрудничество с УИАЕ, да, ну, фактически самых, наверное, первых лет своего существования и образования, да, то есть первые полеты космические, первые, значит, исследования в области воздействия космической радиации, они проводились в том числе и в Дубне. Поэтому, так сказать, вот эта связка ИМБП-УИАЕ и ИМБП-фазотрон, да, именно вот с этой установкой, она в высшей степени, конечно, важна и имеет очень давнюю историю. Поэтому, завершая, я хотел бы, не буду бэкап-слайд показывать, да, завершая, хотел бы сказать, что действительно запрос очень большой, и вот выражая мнение работников Института медико-биологических проблем, и не только их, но и связанных организаций, которые, значит, сотрудничают в плане, там, в создании композитных материалов и так далее, хочу подчеркнуть, что есть очень большой интерес в области космических исследований в целом, и вот по тем, значит, трем-четырем программам, которые здесь были обозначены. Все, спасибо за внимание, я постарался быть кратким. Спасибо, Олег Валерьевич. Вопросы, пожалуйста. Игорь Евгеньевич. Вы показали вот эти два картинки, и так ничего о них не сказали. А, ну давайте, ну просто у нас формат немножко такой, да. Значит, ну, тестирование производилось, значит, история такая, что, значит, на МКС у нас есть определенные, значит, виды защит, да, которые сейчас установлены взамен, скажем, ну вот тем известным, скажем, элементом водной защиты, да, там, пакетом с водой, значит, этим самым, мокрым салфетком, которые по кабине сейчас вот, значит, расклеены. Сейчас задача стоит немножко другая, разработать действительно некий вот эквивалентный материал, может быть, даже с более, так сказать, продвинутыми свойствами в плане обеспечения радиационной защиты. Вот сейчас идет процесс, идут, значит, разработки таких материалов. Вот два материала здесь представлены. Слева, который сейчас тестируется на МКС, то есть вот этот вот кусочек, да, а справа это тот, который, в общем-то, разрабатывается сейчас коллегами, тестируется сейчас, проводятся испытания, ну и есть перспективы, значит, применения этого материала вот, значит, на проекте российской обитальной служебной станции, которая сейчас прорабатывается, ну и на других, конечно же, значит, аппаратах, в том числе и непилотируемых, которые, значит, отправляются за пределы, значит, магнитной сферы Земли. Ну, по составу я сейчас, наверное, не буду говорить. Что на рисунках показано? Расскажите, пожалуйста. Вот на этих рисунках? Нет, на этих рисунках просто показаны сами композитные материалы. Так не надо их показать. Больше ничего. Сколько часов в год обычно вы используете пучок в затрону? В зависимости, ну, вот если брать сеансы, если, допустим, проводится сеанс, ну, я думаю, что где-то процентов 30 пучкового времени, которое выдается, я думаю, что не менее, не менее, иногда и более, в зависимости от, значит, программы, сколько мы получаем. Но организация готова, конечно, использовать больше, использовать больше, вот чем 30 процентов. То есть там действительно есть большая программа и большой запрос. Спасибо. Так, еще вопросы. Да. А вот вы упомянули связь судьбы Фазотрона с этими тремя важными программами. Вот в научной среде, там, у себя в институте, в МБП. А вот на более, вы не в курсе ли, вот на более высоком таком уровне административном, бюрократическом, типа в Академии наук, в конце концов, включая сейчас хорошее Министерство Минобороны, там тоже как-то завязаны. Вот эти программы, эта связка обсуждалась между судьбой Фазотрона и вот... Пока не обсуждалась. Почему? Потому что все, в общем-то, думают, что Фазотрон успешно будет продолжать работать. То есть тот вопрос пока еще туда, как говорится, наверх, что называется, не попал. Но, конечно, если такое, как говорится, мы проанонсируем, да, естественно, все сполошатся, обеспокоятся, и будет, ну, как говорится, некое обсуждение на более высоком уровне. По-моему, официально в УИАЕ он выведен, как-то, что-то за штат, что-то такое? Нет, ну официально, неофициально, но имеется в виду, что эксперименты проводятся, проводятся. То есть организации, которые являются пользователем, они демонстрируют некие научные результаты, выполненные вот на этой установке. Я просто не знаю среднего возраста эксплуатационного персонала, который на Фазотроне. Это тоже... Да, поэтому по факту, по факту, да, как бы внешние наши пользователи по отношению к УИАЕ, они считают установку работающей, ну и, в общем-то, надеются на ее продолжение. То есть мы им пока, так сказать, открыто не сообщали, что... То есть инерционный такой подход, подход и вера в будущее, хорошая. Понял. Ну, кроме того, конечно, я бы хотел отметить, вот в предыдущем докладе затрагивались возможности там коммерциализации и так далее. Здесь же у нас немножко другая ситуация. Здесь имеется возможность выхода на достаточно серьезные государственные целевые программы, программы министерств, ведомств, которые, ну, тоже в какой-то степени могут поддержать финансовую работу, скажем, вот тех групп, которые на Фазотроне будут, надеюсь, принимать участие в работе. Ну, такой вопрос, а почему вы тогда не ставили в известность эти организации? В принципе, это же вот давно было известно, что лицензия заканчивается, вот как Сергей говорил, сегодня прямо, да, лицензия работы Фазотрона. То есть, казалось бы, было разумно об этом, ну, то сказать, сообщать полгода назад или раньше? Во-первых, никаких официальных документов я лично не видел, она мне передавалась, не направлялась в институт, вот не показывалась. Вот, а во-вторых, конечно, ну, значит, чтобы поддержать интерес пользователей, мы пока вот на уровне таком вот частном, ну, эту информацию, так сказать, очень дозированно сообщали, поскольку, ну, все-таки действительно надо продумать, какие есть альтернативы, и так вот прерывать сразу программу достаточно будет сложно. Да, безусловно, безусловно, возможно, безусловно, возможно, но, так сказать, я, как вот мы понимаем, да, что все-таки некий временной гэп между окончанием работы Фазотрона и введением в эксплуатацию новой установки он будет. И он будет, ну, наверное, будет такой достаточно существенный, да, как бы, давайте уже все говорится, говорить. Вот, поэтому, значит, вот этот промежуток, вот этот промежуток, да, надо чем-то, ну, что называется, заполнять. Если бы действительно в каком-то хотя бы таком вот частном режиме Фазотрон продолжал это время работать, да, хотя бы вот на несколько, на какое-то ограниченное время в течение, там, двух лет, пока не будет введена в эксплуатацию новая установка, вот это бы, конечно, очень помогло, значит, этот гэп как-то преодолеть до того, как аналогичная машина будет запущена. А так, да, ответ на ваш вопрос, да, конечно, возможно. Ну, не совсем аналогичная машина, там же энергии и токи другие, да, то есть интенсивность пучка гораздо меньше будет, энергии будет 200. Вот поэтому мы и подчеркиваем, что все-таки Фазотрон – это идеальная машина, какие-то эксперименты нужно будет выполнять, но Фазотрон все-таки ближе для таких задач и для таких целей. Вот как бы весь месседж. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Из зома, Саш, есть вопросы? Хорошо. Спасибо оттуда, Олег Валерьевич. Спасибо, коллеги, спасибо. Следующий у нас Геннадий Валентинович лично выступает. Уважаемые коллеги, мой доклад посвящен фермированию высокоинтенсивного протонового пучка Фазотрона для исследования в области флеш-терапии. Этот метод предлагает подведение дозы к облучаемому объему в очень малый промежуток времени, буквально до 50, ну максимум 100 миллисекунд. То есть для этого метода нужно получать пачок с очень большой мощностью дозы, порядка 40, минимум 40-50 грей в секунду. При этом уменьшается повреждение здоровых тканей, которые расположены в зоне облучения и получают какую-то паразитную дозу. При этом в то же время поражение опухолевых клеток остается примерно на таком же уровне. Вообще этот эффект был замечен достаточно далеко, еще в 70-х годах, прошлого столетия. Но вот такое бурное развитие сейчас он получил после предложений в одну из статей в 2014 году в применении в радиотерапии. И в настоящее время уже сформировано общество, исследователи, которые занимаются этой проблемой, международное общество, каждый несколько раз в год там проводятся конференции. Более того, хотя до конца еще те арабиологические механизмы этого эффекта не до конца поняты, тем не менее уже около двух лет назад были начаты клинические исследования на одном из ускорителей фирмы Вариан. Единственное, что там, конечно, они такие достаточно простые, то есть там не используется пик Брега. Но мощности машин у них не хватает, чтобы реально облучать пиком Брега с такой мощностью дозы. А в то же время и у нас, и у нас уже стартовал проект создания изорхронного циклотрона МСЦ-230, изюминкой которого, собственно, будет возможность формирования вот таких мощных полей с мощностью дозы до 100 гривей в секунду и диаметром однородной области облучения где-то 10 и до 15 сантиметров в диаметре, что позволит проводить как радиологические исследования механизмов этого эффекта, так и, возможно, позволит в будущем перейти к клиническим испытаниям этого метода для широкого круга локализации. Но, не дожидаясь создания этого ускорителя, было решено получить такой высокоинтенсивный пучок на фазотроне, у которого энергия у вводимого пучка составляет 660 МФ и максимальный ток около 1 микроампера. Задачей было сформировать именно однородные всечения у пучок диаметром в несколько сантиметров с мощностью дозы минимум 40-50 грей в секунду, с тем, чтобы можно было облучать как клеточные какие-то структуры, так и малых лабораторных животных, имеются в виду мыши, крысы. Для этого был задействован существующий участок канала транспортировки пучка от ускорителя к процедурным кабинам, которые сейчас используются для радиобиологии. И вот в этом месте был сформирован такой пучок. Существует для получения такого однородного всечения пучка, существует достаточно хорошо закридовавшийся метод двойного рассеяния, когда изначально узкий пучок протонов рассеивается в первом рассеивателе. Здесь мы получаем, соответственно, гаусское распределение. Далее ставится второй фигурный рассеиватель, который рассеивает протоны с центральной части к периферии. И в результате на некотором расстоянии, как правило, это несколько метров, получается пучок с таким профилем. То есть он равномерен в подвозе на каком-то диаметре и резко спадает на границах. Такой метод, точнее модифицированный метод, используется у нас уже давно в кабине для протонной терапии. Но хитрость там такая, что для первичного рассеяния мы не используем первый рассеиватель. Это происходит как бы магнитной оптикой, потому что апертуры линз и магнитов у нас достаточно большие. То есть мы просто подрассеиваем пучок для определенного размера. Вот скажем, это как раз информация о нашем пучке. Это вот автограф пучка на радиохромной пленке, соответствующий горизонтально-вертикальной распределению этого пучка в месте облучения без вторичного фигурного рассеивателя. И вот ниже это уже то же самое, только с установленным фигурным рассеивателем. Вот видите, получился пучок с однородной в сечении, ну плюс-минус, скажем, 5%, с диаметром 47, около 47 мм по одной и по другой плоскости. То есть он представляет себе, собственно, круг. И достаточно хорошие боковые градиенты спаза дозы. Простойный расчет показывает, что мы используем в полезной части пучка, то есть туда, куда, собственно, можно установить облучаемый объект, используя порядка 40-50% от исходного количества частиц, что достаточно хорошо для метода двойного рассеяния. Ну, мощность дозы составила примерно 70 грей в секунду на 1 микроампер. Еще одна проблема, которая возникает при работе с такими интенсивными пучками, это дозиметрия, их дозиметрия, потому что, как правило, все промышленные детекторы, интенсионные камеры, алмазные, полдурниковые детекторы, они уже оказываются нелинейными в этой области мощности доз. Ну, линейными остаются радиохромная пленка, допустим, на первых парах мы пользовались ей для определения профилей и доз. И для того, чтобы оперативного измерения профилей и мониторирования отпускаемой дозы, были разработаны и изготовлены две индиционные камеры с узким зазором. У первой камеры плоскопараллельный был зазор 0,5 мм. Ну, это позволило сделать из-за того, что мы использовали тонкий стеклотекстолит фольгированный, толщиной где-то 0,5 мм. И вот вторая камера, она совмещенная, то есть она, одна часть у нее плоскопараллельная для контроля отпускаемой дозы пациенту, а вторая часть это падовая или пиксельная часть, которая позволяет измерять поперечные профили, вертикальные и горизонтальные профили пучка. Была промерена счетная характеристика этих камер, ну, в общем, в очень широком диапазоне напряжений имеется плата, что говорит о отсутствии компенсации заряда, то есть, как он называется, слов выпал? Ну, зарядка такая инфицируется. А? Рекомбинация. Рекомбинация, да, да. То есть, рекомбинации практически здесь нет. Также подтвердилось это измерением с помощью радиохромной пленки, то есть и в нормальном режиме работы пучка, когда доза составляет там 0,1 грей в секунду, даже 0,01 грей в секунду, нет, 0,1, 0,1 грей в секунду, и когда мощность дозы 70 грей в секунду, по пленке доза оказалась опускаемой та же самая, ну, в пределах там 5%. Ну, вот выставлено рабочее окно программы, это уже впадовая часть, пиксельная, то есть, оперативно мы можем видеть профили пучка на экране монитора. Ну, и на сформированном пучке за два последних года уже более 20 сеансов было проведено, как технических, да, испытаний различных детекторов, так и по облучению биологических объектов, в том числе, по-моему, более уже 200 мышей было облучено. Ну, в настоящее время результаты систематизируются и, надеюсь, будут опубликованы в течение этого года. И вот сегодня два наклада, в которых будет упомянуто эти исследования, то есть, некие предварительные результаты. У меня еще есть слайд один, но сейчас я его не буду показывать или показать. Ну, покажите. Ну, это будет дискуссия длительная, наверное, не стоит. Не надо. Ну, пока не будем, это оставим на дискуссию. Хорошо, Геннадий Валентинович, спасибо. Тогда все, думаю, пока. Спасибо за доклад. Тогда еще вот такой вопрос, может быть, не совсем к вам. Вот, ну, речь идет о режиме флеш-терапии, да? А параметры вот этой флеш-терапии, они как-то определены или каждый трактует их по-своему? Ну, классически считается, что мощность дозы не должна превышать 40... быть меньше, чем 40-50 гривен в секунду. И время, да, доставки... Ну, отсюда, соответственно, и время, сколько вам дозы надо, помножаете. Ну, опять же была дискуссия, я помню, то ли это микросекунды, то ли... Нет, нет, нет. Ну, а на секунду? Ну, дело в том, что нет еще пока четкой модели биологической. Ну, есть, как бы, самая распространенная теория, что когда мы облучаем за миллисекунды, десятки миллисекунд, происходит обеднение кислородом облучаемых тканей, соответственно, меньше уашных групп, окислителей появляется, и ущерб, соответственно, тканям меньше. А примерно цикл обмена воздухом через мембрану, он составляет где-то примерно 50 миллисекунд, ну, 40-50 миллисекунд. Ну, то есть времена должны быть вот порядка 50-100 миллисекунд. Но чем меньше, тем лучше, конечно. Но это одна из моделей, опять же. В общем-то, многие исследователи, как бы, не согласны с тем, что этот эффект действует, потому что очень много должно быть пройти протонов, гораздо больше, чем реально проходит, чтобы этот эффект был реально, возник. Но то, что этот эффект существует уже практически, скажем так, мало кто отрицает. Но есть такие люди, которые говорят, что такого эффекта нет, потому что нету радиологических предпосылок к нему. Я говорю, ну, приходите, докажите, что его нету. Нет, мы не придем. Его нет, и все. Спасибо, Геннадий Валентинович. Вопросы, пожалуйста. Будут ли ваши исследования полезны и полезны, если, в конце концов, видите, пропадет я не зря? Можно будет применять создаваемое оборудование на новом состоянии? Не, ну, конечно. Мы, собственно, начали, как бы, уже сделали задел, вот, по разработке этих камер. Кое-какие мы уже гребенчатые фильтры начали для нового пучка изготавливать на 3D-принтере, измерять. И, естественно, этот пучок нам очень бы полезен был к подготовке именно к новому центру, без сомнений. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Дмитрий Владимирович. Спасибо. У меня вот вопрос как раз по флеш-терапии, вот насколько все-таки это обоснованная вещь. То есть, примерно, когда несколько месяцев назад, да, я пытался в этом разобраться, не знаю, может быть, с тех пор что-то изменилось, тогда у меня не сложилось впечатление, что существует в комьюнити вообще консенсус, что этот эффект реальный существует. То есть, возможно, что да, как бы, какая сейчас ситуация? То же самое. Ну, есть комьюнити, еще раз говорю, я могу вам скинуть интернет-адрес, там много, так сказать, чего можно почитать, то есть, там они где-то раза три в год проводят конференции большие, международные, и там никто не сомневается в том, что этот эффект есть. Нет, ну я не сомневаюсь, что есть такой интернет-адрес, где не сомневается. Ну и хотя бы то, что ведущие фирмы, ведущие фирмы, IBA и Varian уже занялись этим делом, вкладывают туда десятки миллионов долларов, ну они же не дураки, наверное, не просто так вот начали это делать. Не, ну я понимаю, да, коммерция – это сильный аргумент, но тем не менее, наверное, вот есть же в медицинском, ну не наверно, а точно есть в медицинском этом мире, да, свои стандарты, как они там называются. Нет, в медицинском пока нет, пока это все на уровне в основном радиобиологии, понимаете. Подождите, одного человека вылечили, а 10 тысяч не вылечили, это значит, что это случайность. Нет, нет, но клинические исследования только начаты были. Да, у меня вот и удивляется, что мы… Буквально полтора года назад, или два года назад. Нет, я не против, если этот эффект существует, я просто хочу как бы… Нет, я вам объясняю, что это пока все на уровне радиобиологии в основном. Клинические исследования, первая партия больных, там 15, что ли, человек с саркомой руки и ноги, на пролёт, было облучено вот на ускорителе вариант. Ну это такие только как бы застолбить, грубо говоря, столбик поставишь, и мы первые. А на самом деле там ещё долгий путь до медицины, и в том числе вот мы как раз, если мы реализуем наш проект, мы будем во главе этого процесса. Вот в чём дело. Американцы 10 отлучили всего лишь, и европейцы 1. Практически ещё людей никто не отлучал. Поэтому идёт только радиобиологический след. Нет, ну хорошо. А вот вы упомянули, что вы провели работу, чтобы на фазотроне получить эффект флэш-терапии. А потом я вот как-то не услышал, в итоге вы добились этого 70 грей на секунду или нет? Как я уже сказал. Про ширину пучка в основном. Я уже сказал, что с мощностью дозы 7 с грей на микроампер. Ну то есть вот, ну не знаю, мне как учёному, как раз кажется вот этот подход более логичным. Существует уже машина, немножко его модифицировать, посмотреть, есть ли эффект от этого флэш-терапии, чем не зная, что этот эффект существует, начать сразу его строить, новую машину с этим эффектом. Ну, тут не совсем адекватные условия будут, потому что всё-таки 660 МЭФ напролёт, там вторичные частицы, а напролёт опять же мы не пико-брыгами на этом пучке не можем облучать. Это несколько неравные будут условия. Спасибо. Кстати, а почему вы используете 600 МЭФ здесь, да, 660? То есть для терапии, которая проводилась раньше, вы же использовали 200 МЭФ, то есть понижали энергию пучка до 200 МЭФ, и потом уже создавали разные приспособления, чтобы, так сказать, подать дозу в нужное место. Дело в том, что когда мы ослабляем пучок до нужных нам энергий, то теряем 4 порядка, никакого флэша мы уже не получим. Понятно. Тут, как говорится, каждый протон, да, пожалуйста. Правильно я понимаю, что ЭФЕК еще нет, нет объяснения ЭФЕК, правильно? Ну, есть много теорий, но такое вообще принято и нету, да. А я считаю, что вот с того, что я изучал, я не увидел, да, вы понимаете, с этой оговоркой, я не увидел утверждение, что ЭФЕК существует. То есть я простал обзор на статью, не поленился в медицинском, да, в медицинском журнале, там как раз говорили про 10 пациентов, у которых там у трех что-то заметили, у четырех не заметили, и у остальных там непонятно что. Мне как физику это означает, что статистически это абсолютно необоснованное утверждение. А, не про Мишей не читал? Про Мишей не читал? Нет, я же не говорю, что я погружен в тему, я вот вас и спрашиваю, какая ситуация. Ну, 10 человек это не статистика. Не статистика. Я же сказал, это исследование начальное, просто чтобы флажок поставить, что мы первые, понимаете? Это не серьезное исследование совершенно. То есть они не для статистики медицинских, они просто для абсидтов, для того, чтобы заставить... Товарищи, хорошо, я просто к чему, что вот смотрите, вот у вас я так понял, я тут пришел, не знал, что это в защиту фазотрона митинг идет, да? Но раз это в защиту фазотрона, ну вот так вы тогда вытащите научно обоснованную информацию, как бы чтобы не на сайт какой-то посылать, а сказать, вот есть... Нет, есть исследование, опубликованная статья, прошедшая лицензию, не в ИЧАе, а там где-то вот в подходящих для этого журналах, и что есть некая комьюнити, да, которая действительно это подтверждает. Но я сказал, что результаты исследований систематизируются, и скорее всего будут опубликованы в течение этого года, вот написано. Можно я немного тоже пропонирую, потому что здесь я, Дмитрий Владимирович, буду согласен, что есть как раз тот взгляд, который говорит, что флэш-терапия, она не очень может быть эффективна. Вот Милевский, как раз радиоонколог, идущий на нашем радиобиологическом съезде, сделал доклад, где он показал, что действительно нет никаких особо статистических значимых различий. Но это не значит, что нет эффекта. Поэтому, безусловно, уникальность установки и уникальность тех разработок, которые ваш коллектив достиг, она позволяет этот эффект исследовать. Эффект новый. И исследовать его, безусловно, нужно. Поэтому есть пока диаметрально противоположное мнение, но истина где-то посередине. Можно я еще одну минуту? Я просто не могу не ответить. Есть замечательный исторический пример, из которого пошел метод двойного слепого анализа в медицине. Это президент США Рузвельт, а его медики США фактически убили. У него был небольшой нарыв на ноге, и они его убили, выпустив у него 5 литров крови. Почему? Потому что тогда считалось научно обоснованным методом пускать кровь, как метод лечения. И вот точно такая же логика была, и были ведущие эксперты, которые говорили, пускание крови – это метод лечения. Но этот метод лечения, если ты к нему применишь статистический анализ, он не показывал никакое на самом деле действие. Поэтому вы сказали, что да, статистически ничего нет, но это не значит, что не работает. Но мне это непонятно. Уважаемый коллег, давайте все-таки закончим сейчас дискуссию, оставим на потом. Если мы, конечно, углубимся на уху, то надо смотреть просто конкуренцию между некрозом и апоптозом, то есть между процессами, то есть надо исследовать. Я вот за это. Хорошо. Может быть, еще один вопрос. А вот 660 МФ для флеш-терапии это подходит, или это чисто как пробный этап, на большой энергии попал? Нет, конечно, это пробный этап, это только для радиобиологии, именно для определения механизмов изучения, эффекта самого. Конечно, для лечения пациентов это не подходит. Спасибо. Ладно, может быть, из зома есть вопросы еще. Спасибо, Геннадий Валентинович. Теперь у нас доклад Анны Владимировны Рзянина. Пожалуйста, Анна Владимировна. Я расскажу о двух проектах радиобиологических, которыми мы занимались на афазотроне. Это исследование повышения эффективности облучения протонами в присутствии наночастиц в культуре клеток. И второе, как раз это вот новая стратегия в радиотерапии и флеш-терапии. Мы исследовали выживаемость клеток. Основные усилия в радиотерапии сосредоточены в двух направлениях. Это приведение доставляемой дозы в соответствии с объемом опухоли и повышение чувствительности опухоли к терапевтическому воздействию. С первой задачей успешно справляется протонная терапия. На этом слайде продемонстрированы преимущества протонной терапии перед фотонной терапией. Благодаря наличию пика Брега, если совместить объем опухоли с пиком Брега, можно добиться существенного сохранения здоровых тканей по сравнению с фотонной терапией. Увеличение же поклощенной дозы в опухолевых клетках можно добиться при помощи введения в опухоль или доставки в опухолевые клетки надразмерных радиосенсибилизаторов с высоким атомным номером. К таким радиосенсибилизаторам относятся элементы с высоким атомным номером, Z которых больше 52, как то йод, годолень, платина, либо золото. Что происходит при облучении этих радиосенсибилизаторов ионизирующим излучением? Появляется очень много вторичных электронов и фотонов, которые увеличивают поглощенную дозу в опухолевых клетках и, соответственно, сохраняют при этом здоровыми клетки нормальных тканей. В диапазоне энергии, которые применяются в лучевой терапии, фотоны взаимодействуют с веществом посредством... Извините, на данном графике представлены различия между массовым коэффициентом поглощения мягких тканей и золота. Как раз золото — это элемент с атомным номером 79. Видим, что наибольшее различие между коэффициентом поглощения фотонов наблюдается для фотонов с энергией до 500 мэв. Именно поэтому для повышения радиосенсибилизации опухолевых клеток эффективно применять фотоны и элементы с высоким атомным номером. Фотоны с низкой энергией взаимодействуют с веществом посредством фотоэффекта. Для фотонов, которые достигли энергии порядка мэв, там уже наблюдается комптон-эффект, но при взаимодействии с помощью комптон-эффекта в дальнейшем фотон может взаимодействовать при помощи фотоэффекта. И, соответственно, при энергиях больше 5 мэв идет образование пар. Из данных графиков видно, что наиболее предпочтительное для повышения радиочувствительности опухолевых клеток это действие фотонов с металлическими наночастицами с низкими энергиями. Но при таких низких энергиях, к сожалению, очень маленькая глубина проникновения фотонов в опухоль. Поэтому в радиотерапии предпочтительно применять либо мегавольтовые фотоны, либо протоны, у которых глубина проникновения гораздо больше. Опять-таки мы видим, что если для фотонов большое различие между коэффициентом воплощения наблюдается только в узком диапазоне энергии до 500 мэв, то для электронов и протонов этот диапазон довольно-таки широкий, причем для протонов наибольшее различие наблюдается при низких энергиях как раз в области пика Брега. Поэтому применение наночастиц совместно с протонным облучением может значительно повысить убийство опухолевых клеток. Вероятно, учитывая, что протоны взаимодействуют с веществом посредством ионизации, и вероятность взаимодействия пропорционально Z, в отличие от фотоэффекта, где вероятность взаимодействия пропорциональна Z в четвертой степени, вероятно, здесь определенную роль играет возбуждение плазмонов на поверхности наночастиц. Было обнаружено, что поверхностные плазмонные возбуждения вносят большой вклад в выселение и излучение вторичных электронов низких энергий порядка 5 МФ, и они краткопробежные, и в результате образования этих вторичных электронов в клетках повышается генерация активных фронт кислорода, которая в дальнейшем может привести к гибели опухолевых клеток. Целью наших исследований было изучение влияния наночастиц золота на опухолевые клетки к рационому легкого человека линии А549. Имея ограниченное время, не буду вдаваться в подробности, скажу только, что мы культивировали наночастиц с известными характеристиками с нашими клетками, дальше проводили облучение протонами в пике Брэга в дозе 2 Грея, и, соответственно, изучали радиочувствительность клеток и влияние, генотоксическую активность наночастиц при облучении протонами. Сразу отмечу, что мы использовали концентрации наночастиц, которые не оказывали существенного влияния на рост клеток. То есть здесь представлены концентрации наночастиц, которые культивировались с клетками, и видим, что уровень микроядер, которые образовались в клетках, соответствует контрольным значениям. Далее мы облучали клетки в присутствии и отсутствии наночастиц. Это у нас показана диаграмма уровень микроядер при облучении без наночастиц двумя Греями, и здесь облучение различными концентрациями наночастиц тоже 2 Грея. То есть видим, что при облучении протонами в присутствии наночастиц уровень микроядер растет в зависимости от концентрации наночастиц. То есть можно сделать вывод, что присутствие наночастиц в клетках при облучении увеличивает генотоксическую активность протонов. Радиочувствительность клеток у нас представлена кривыми вживаемости. Видим, что облучение протонами в присутствии наночастиц выживаемость снижается. При 50% уровне выживаемости разница составила 2,5, что согласуется с литературными данными. Следующее я хочу представить. По результатам этой работы у нас были сделаны выступления на конференциях, опубликована работа в журнале. Следующее исследование, очень кратко, это определение выживаемости опухолевых клеток при облучении протонным пучком во флэш-режиме. Вот как раз тут представлены ранние работы 2014 года. Это первая работа, которая была сделана Винцентом Фондоном с авторами на мышах. Они исследовали фиброз легких, когда облучали мышей в обычном режиме, доза 17 грей, и во флэш-режиме. Это контрольный уровень. Через 24 недели видим, что при облучении во флэш-режиме фиброзы не наблюдаются. То есть картинка похожа на контрольные значения. Соответственно, также были проведены работы по облучению кожи мини-пигов. Облучали в традиционном режиме с традиционной мощностью дозы и с высокой мощностью дозы. Через 36 недель в обычном режиме мы наблюдаем поражение кожи. Кожа, облаченная во флэш-режиме, соответственно, полностью восстановилась. Также эволюция опухолевых гомотрансплантантов. Когда мышам вводили прививаемую опухоль ракомолочной железы, мышей делили на три группы. Это развитие опухоли у мышей, облученных во флэш-режиме, в традиционном режиме, и, соответственно, мыши, которые без облучения. Вяжем, что мыши, облученные во флэш-режиме, имеют преимущество. И, соответственно, вот этот известный пациент, который был облучен в Швейцарии в университете Лозаны, который до этого страдал клеточной лимфомой, получил 110 сеансов традиционной терапии и не был излечен. И, соответственно, дальше он получил один сеанс терапии во флэш-режиме и отсутствие рецидива спустя 5 месяцев. Точные механизмы биологического действия флэш-терапии неизвестны, не совсем ясны. Только существуют основные какие-то предположения, на которые обирается основная масса научного сообщества. И к ним относятся это истощение кислорода, метаболизм перекисных соединений химии Фентона или комбинации свободных радикалов. Вот вкратце остановлюсь на всех из них. Истощение кислорода. Это, конечно, нормальному человеку, понятно, сразу кажется странным. Объяснение было такое, что нормальные клетки, они более радиочувствительны по сравнению с опухолевыми клетками, потому что опухолевые клетки находятся в организме в состоянии гипоксии. Поэтому при облучении здоровая ткань, которая более радиочувствительна, страдает больше, чем опухолевая ткань. Соответственно, если мы облучаем опухоль в режиме флэш, при высокой мощности дозы, первый импульс в здоровых клетках выжигает весь кислород, и кислород, который циркулирует вместе с кровью, не успевает вновь восполнить русло, и, соответственно, дальнейшее облучение нормальной ткани происходит в условиях гипоксии. Именно этим пытались объяснить тот факт, что здоровые ткани страдают при облучении во флэш-режиме меньше, чем опухолевые. Что, конечно же, странно. Во-первых, были представлены работы, где облучают скульптуру клеток в нормоксических условиях при нормальном содержании кислорода, и флэш-терапия на них точно так же действовала. Облучение легочной ткани, заведомо богатой кислородом, только что представленная, то есть тоже успешно работает флэш-терапия. Ну и вообще более логичным было бы, что если облучают во флэш-режиме, то есть и при этом за первые миллисекунды выгорает кислород, он с таким же успехом выгорает как в нормальных клетках, так и в опухолевых. То есть следующее объяснение было, это метаболизм перекисанных соединений. То есть объясняется это тем, что нормальные клетки имеют меньший уровень активных форм кислорода, меньший уровень лобильного железа, и вообще нормальный метаболизм, нормальную противооксидантную систему. Поэтому они более успешно удаляют продукты активных форм радикалов. Соответственно, в опухолевых клетках эти механизмы нарушены, и плохо работает вот эта антиоксидантная система. И, соответственно, возможно, вместе с выгоранием кислорода и нарушением метаболизма перекисанных соединений именно в нормальных клетках флеш-защита срабатывает, а в опухолевых клетках нет. Ну и третья позиция – это рекомендация свободных радикалов. Оказывается, что радиохимия при высоких мощностях, дозы, она немножко другая, чем при низких мощностях. То есть вот эта лавина свободных активных радикалов при высоких мощностях доз их образуется неимоверно большое количество, и они начинают агломерировать между собой, объединяясь при этом водородными связями. И, соответственно, вот эти вот какие-то метастабильные агломерации они плохо диффундируют через мембраны клеток. И, соответственно, менее подвижные. И их противоактивнатная система более успешно устраняет. А при, соответственно, низких мощностях доз и неактивные формы, вот эти вот агломерирующие неактивные формы, они начинают преобладать перед активными формами радикалов. Соответственно, при более низких дозах и в условиях гипоксии все наоборот. То есть там начинают преобладать именно активные формы радикалов над неактивными. Ну вот, возможно, комбинация всех этих трех механизмов может объяснить действия при облучении с ультравысокими мощностями. У нас были проведены пилотные работы. Мы исследовали выживаемость в двух режимах, в режиме флэш и в традиционном режиме. Видим, что выживаемость несколько больше. В принципе, разница не очень большая, но она есть. Также мы провели... Результаты еще пока не обработаны. Мы еще провели работы по изучению генотоксической активности. То есть у нас холодильник забит препаратами. Мы исследовали радиационно-индуцированные повреждений при флэш-терапии. И в ближайшее время планируем обработать результаты и написать статью. Спасибо за доклад. Если посмотреть на клетки и на кривые для мышей, что вы показывали, в пределах ошибок эффекта особо и не видно. У нас, понимаете, здесь, конечно, надо статистику набирать. Здесь просто надо набирать статистику. Ну так ее надо набрать сначала, а потом показывать. Ну так как же мы теперь ее наберем? А вот, к сожалению, на самом деле очень неудобно будет с клеточной культурой и мышами ездить в Китай на эксперименты. Вопросы, пожалуйста, к докладчику есть? Из зума есть вопросы у нас, Саш? Нет, спасибо, Анна Владимировна. Что? А, Игорь Евгеньевич имеет вопрос. Погромче, микрофон включить. Вот насчет рекомбинации свободных радикалов. Вот я, ну, наблюдался такой эффект, и я наблюдал, что вот пластмасса, ну, полистирол, например, там вот этот ткань-эквилентный материал, и вот мы облучаем пластмассу, теряются свойства, например, оптические. И при определенной мощности дозы начинается увеличиваться прозрачность. Потому что радикалы, это является повреждением. Они начинают рекомбинировать. И начинается вот этот процесс. Возможно, то есть это в пластмассе наблюдается. Полистирол, ну, многомерно. Да, собственно говоря, я сама, когда... Поэтому свободные радикалы, это смерть организма, смерть всего, их надо убирать. Ну, так вот они и убираются. То есть они огломи... Ну да, я же говорю, что они убираются, поэтому клетки выживают. Они не могут вызывать повреждения биологических структур, когда они огломерируются. То есть когда они... В пластмассе такое наблюдается, полимер. Так, спасибо. Спасибо, Анна Владимировна, еще раз. Следующий у нас идет... Что? Максим Леонидович Литвак. Пятый доклад. У нас, к сожалению, докладчики не прибыли, так что переходим сразу к шестому. Да. Институт космических исследований РАН Москва. Перспективный космический гамма-спектрометр, основанный на методе меченых протонов. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить. В моем докладе я хотел бы продолжить космическую тему, которую Олег Валерьевич понял в своем докладе. Я представляю Институт космических исследований Российской Академии наук. И фактически тематика, научная тематика исследований, которые мы проводили, они попадают под такое новое направление, которое называется ядерная планетология. Оно возникло так вот в полной мере примерно 30 лет назад, когда появилась возможность в большом количестве изучать объекты Солнечной системы с помощью нейтронных и гамма-спектрометров, которые устанавливают, соответственно, борту орбитальных и посадочных миссий. Ну и основные задачи вот этой деятельности, они связаны с тем, это направление навык связанное тем, что мы можем определить таким образом содержание, распределение подповерхностной воды или водяного льда на глубину до 2 метров на тех объектах Солнечной системы, которые мы исследуем. Определить элементный состав, то есть основные породы, образующие элементы тоже на глубину, там, десятку сантиметров. И это, конечно, мониторинг нейтронных компонентов радиационного фона. Вот, ну, как бы, вот пару слов про физику процесса, который заключается в том, что заряженные частицы космических лучей, это в основном как высокоэнергетичные протоны, они для многих объектов Солнечной системы, которые не имеют магнитного поля, толстой атмосферы, они свободно достигают поверхности, проникают вглубь, и разбивая ядра, фактически образуют потоки быстрых нейтронов, которые выходят на поверхность через грунт. И в процессе этого сами нейтроны замедляются, их замедление определяется содержанием воды и водяного льда, а их взаимодействие с ядрами основных пород образующих элементов приводит к возникновению характеристического гамма-излучения. Мы в итоге наблюдаем спектр, по которому можем установить элементный состав. И вот это вот, как я уже сказал, направление активно развивается, наш институт, он в этом смысле находится на передовой, и тут можно гордостью сказать, что мы работаем на международном уровне, поэтому уже за эти годы созданы более 10 приборов нейтронных гамма-спектромов, я не буду выдаваться, можно посмотреть на сайте института, часть из которых в ближайшее время полетят, а часть из которых уже достаточно долгое время работает и в окрестностях Марса, и на поверхности Марса, и вокруг Луны, и даже на Международной космической станции. Значит, наше сотрудничество с УИИ длится опять-таки такое же сопоставимое количество лет, 25 лет, и вот была опубликована статья Геннадия Николаевича Тимошенко в прошлом году в вашем журнале про это сотрудничество, оно, конечно, в большей степени связано с лабораторией нейтронной физики, но вот с такими заходами, в том числе и фазотрон, про которую я скажу дальше. Значит, в чем заключалась мотивация наших измерений на фазотроне? Ну вот в рамках нашей науки, которую мы проводим, космической, основной проблемой, конечно, является вторичный фон от космического аппарата, потому что метод, тем методом, который мы исследуем поверхность небесного тела, он позволяет заглянуть внутрь, что не могут сделать другие методы, но при этом получается такой паразитный эффект, что облучая поверхность, облучается сам космический аппарат, а в результате мы должны разделить сигнал от него, от поверхности, то есть полезный сигнал от фона. И вот одно из таких направлений, по которому мы решили попробовать решить такую поставленную задачу, это вот метод заряженных частиц космических лучей, галактическо-космических лучей. Идея его состоит достаточно простая, она заключается в том, что не просто использовать гамма-спектрометр, который можно поставить, условно говоря, на космический аппарат, который сядет на поверхность, но сопроводить его детектором заряженных частиц. Благодаря этому детектору заряженных частиц можно будет определить, зарегистрировать фактически протон космических лучей, определить его направление, понять, в какой объект, в какую область на поверхности он попал, и открыть временное окно, начиная от момента этой регистрации, и в этом окне зарегистрировать, отобрать те гамма-кванты, которые зарегистрировали в гамма-детектор. В рамках этого можно отобрать только те протоны, которые бьют не по космическому аппарату, а по поверхности, которую мы изучаем. Но и поскольку для этого нужно все проверять, соответственно, в рамках эксперимента, прежде чем запустить это в космос, а это подготовка к космическому эксперименту, она занимает порядка 5, иногда даже 7 лет, важно доказать, что эта методология, она работает. Поэтому вот благодаря нашему многолетнему сотрудничеству и возможности общения с различными подразделениями вашей организации, нам удалось сконтактироваться с командой на фазотронию ЯИ и провести там ряд наших экспериментов. Тем более, что удалось получить даже поддержку Российского научного фонда под эти эксперименты. Но это то, что я уже сказал, она схема, которая просто иллюстрирует сам метод, который заключается в том, что мы пытаемся зарегистрировать протоны космических лучей и, зная, куда они попадают, отобрать только те, которые нас интересуют, и, соответственно, после них смотреть гамма-излучение вторичное. Поэтому методика, которую мы приложили на фазотроне, она заключалась в следующем. Это кратко показано на этой картинке, что есть протонный источник, который облучает некую мишень, в нашем случае это имитатор планетарного грунта. Благодаря той установке, которая сейчас есть, удалось получить пучок протонов, который облучает достаточно широкую площадь. То есть в нашем случае получалось порядка 8 на 8 сантиметров. И, соответственно, из этого пучка можно отобрать небольшую часть, примерно одну десятую, которая будет облучать какой-то определенный участок вот этой поверхности. Этот участок поверхности может отличаться по элементному составу. И таким образом все протоны облучают такую неоднородную мишень, но отбираем мы из них только ту часть, которая облучает вот такое вот включение неоднородное. И можно будет посмотреть, насколько мы благодаря такому селективному анализу можем вот это неоднородное включение отличить от основной мишени. Соответственно, здесь фотография установки, как это проводилось на эксперименте. Здесь синей стрелкой показано управление пучка от фазотрона. Вот черные объекты. Это два детектора заряженных частиц, которые фактически детектировали те протоны, которые попадают именно в неоднородную часть мишени. И, соответственно, давали сигнал на гамма-детектор. Дальше показан, собственно, сам гамма-спектрометр. Начали мы с инсциллиционного детектора. Это цезий-бром-3 детектор современного поколения с достаточно хорошим спектральным разрешением и большого объема. За ним видна, собственно, мишень. Это такой большой массив стекла силикатного, который состоит в основном из оксида кремния, что, собственно говоря, является основным оксидом, который уходит в состав планетного грунта. И вот в него мы в качестве такого первичного эксперимента вставили такие неоднородные ставки из различных металлов. Потому что одна из самых главных планетологических задач это определить именно наличие различной концентрации основных металлов, которые в грунте находятся. Там железо, алюминий, титан, натрий и так далее. И, соответственно, мы вот эти вот вставки облучали и пытались понять, как наш метод, насколько он чувствительный. Вот. Хорошо, я понял. Ну и вот результаты этого эксперимента приведены здесь. Вот облучалось две мишени. Одна однородная, другая неоднородная со вставкой из железа. И, соответственно, мы получали картинки стандартным методом, когда просто собираются все фотоны без селективного отбора. И когда собираются фотоны с селективным отбором, только те, которые получены от протонов, облучившись вот эту железную вставку. Но видно, что вот в общем случае у нас два спектра, они совпадают, их достаточно трудно, тяжело разделить друг от друга. Когда мы используем селективный методик, у нас точно разделяется спектр по форме, и мы хорошо видим вот эту линию железа на 747. Вот. Таким образом, как бы метод, он получил такую верификацию в эксперименте. Ну и, соответственно, дальше мы уже проводили работы уже не просто с отдельными металлическими вставками. Мы использовали образцы, в которых мы смешивали разные элементы, некий такой аналог планетных грунтов. Использовали, старались использовать разные детекторы. Последняя была попытка сделать гамма-спектрометр на Германии. Здесь вы, как бы, видите, вот пример линии, как они разделяются в общем режиме, в интегральном режиме, две линии алюминия, они, как бы, сложены отождествить для двух разных грунтов с разным содержанием алюминий. И в меченном режиме эти линии разделяются. Ну и, соответственно, вот картинка показывает, как, если использовать этот режим меченый, то мы можем, используя разные мишени с разным содержанием алюминия, построить, как меняется их состав, в то время как в интегральном это различить сложно. Вот. Поэтому эта работа, она продолжалась вот несколько лет. К сожалению, у нас было не так много времени, поэтому осталось много нерешенных задач, в том числе, которые мы хотели бы посмотреть там на временном отрезке 1-2 года, особенно учитывая, что сейчас развивается лунная программа Российской Федерации, планируется запуск различных миссий к Луне, где подобные спектрометры могут быть установлены. Поэтому было бы, конечно, интересно эти эксперименты продолжить. Ну и, соответственно, то, что вот мы делали, мы публиковали, здесь я только часть публикации привел, но их тоже достаточно много, про этот метод, и они сделаны не только в вашем журнале или в российских журналах, но в том числе профильных зарубежных журналах, это Nuclear Instrumented Methods и Акта Астронавтика. Поэтому я надеюсь, что какая-то такая возможность эти работы продолжить будет на вот этом переходном периоде, когда не появится какая-то более другая установка, заменяющая фазотрон. Спасибо, я надеюсь, что в 10 минут поздоровался уложиться. Спасибо, Максим Леонидович, очень четкий доклад. Так, вопросы, пожалуйста, Игорь Евгеньевич. Вы там показывали спектр от железа. Какое там разрешение у вас на железе? Вы имеете в виду спектральное разрешение? Да, да, спектр, аналитическое разрешение. Значит, я так могу сказать, что... Что-то плохое очень. Значит, у нас было два... Вот выше. Два, значит, я так могу сказать, у нас было два детектора. Первый это сенсоризационный детектор, это от серии Бром-3. У него характерное разрешение порядка 5%. А что здесь такое плохое? 4-5%. Здесь просто наложение линий еще происходит, к сожалению. Нет, в районе 8 МФ там хороший пик от железа. Нет, это не в районе 8 МФ, это в районе... Вы имеете в виду... Вот-вот пик от железа, возбуждение железа. Да. И сколько он... Нет, вот-вот, сколько он там разрешения, сколько... Значит, в этом пике есть наложение нескольких линий. Сама ширина пика, она больше, естественно, чем то, что я вам сказал. Но это связано именно с наложением. А что там еще, кроме железа рядом? Там достаточно... Вы же только железо брали. Да, мы брали только железо, но, к сожалению, примеси там тоже всякие различные. Ну, сколько там примесей? На каком уровне? Что вы тут? Там, значит, я так могу сказать, к сожалению, невозможно избавиться полностью от паразитного фона. Поэтому нужно учитывать все, что есть и в самом детекторе. Ну, плохое разрешение, это... Значит, соответственно, после этого, то, что я вам показываю, после этого мы перешли на Германию. Вот здесь уже разрешение то Германии, которое мы смогли получить, ну, вот оно, соответственно, как бы существенно лучше, чем на сенсационном детекторе. Здесь вы, в принципе, можете сами оценить, что вот на линии 1369 у нас получалось там порядка... Что это за линия? От какого элемента? Это, значит, это линии, которые связаны с алюминием. У него достаточно много или здесь проведена одна из них? Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да, Дмитрий Владимирович. Спасибо. Отличный доклад. У меня такой просто вопрос или любопытство. Воду на Марсе это вы нашли? Да. Ну, я так могу сказать. Воду на Марсе находили многие разными методами. Мы нашли подповерхностную воду, ну, не воду, а водяной лед. Вот. Но это было сделано в рамках нейтронной спектроскопии. Да, да. То есть там не нужно... Там, может быть, даже гамма работает хуже, потому что ту линию, которую можно определить, это когда водород захватывает нейтрон, образуется эдитерия, образуется линия 2,2, она просто у нее, как бы, не такая эффективность с точки зрения регистрации, когда вы регистрируете просто разницу спектров, и видите нейтронных, и видите там понижение петипловых нейтронов. Вот. И это было обнаружено нейтронным детектором и вот 2000, ну, начало 2000-х годов. То же самое примерно нам удалось сделать на Луне, там просто не так много водяного льда, но тоже есть в полярных областях его наличие тоже было обнаружено. Спасибо. Спасибо. Это все еще две вещи. Значит, с вами я, во-первых, поспорю. Это заключается в следующем, что вы измеряете спектр и смотрите переменность этого спектра. Переменность этого спектра такова, что вы должны предположить какой-то замедлитель, который бы вам дал такое понижение. Вы не найдете таких объяснений, ничего, кроме водорода. Это раз. И второе. То есть там фактически возникает такая ситуация, что вам в вашем грунте, даже не то, что поры нужно заполнить этой водой, он должен состоять из этого водяного льда, чтобы получить такое понижение эпитеплового потока в 10 раз. Если водород в другом соединение. А их там нету таких соединений. То есть я хочу сказать, в этом смысл заключается, что можно искать там перекись водорода, но она по содержанию, или там метан, но ее содержание составляет несчастные доли ППМов. В данном случае вы видите просто десятки процентов. Водород, они знают, с чем он соединен. Да, да. Ну, естественно, это ядерный метод. Мы же... Это просто предположение, что он соединен с кислородом. Это предположение, которое невозможно опровергнуть. Ну, в том смысле, когда ты идешь от обратного, пытаешься объяснить, что можно придумать, кроме водорода, ну, кроме воды, я так могу сказать. Ну, как бы, я не хочу сейчас открывать дискуссию, которая связана, как бы, с другой тематикой. Я вам просто говорю, что это, значит, в рамках мировой науки это общий признак, что эта теорема доказана, что только водород может, только вода может объяснить такой результат. Ну, ладно, ответ понятен, по крайней мере. Так, и еще вопросы. Из зала имеются у нас? Нет. А из зума? Александр, из зума есть вопросы? Ладно, спасибо тогда, Максим Леонидович. И у нас следующий доклад, докладчик опять из Института космических исследований. Это Дмитрий Васильевич Головин. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Тема моего доклада «Гамма-излучение от редко земельных элементов под воздействием протонов». Значит, ну, мотивацией этого исследования является то, что возник вопрос, значит, поскольку в космосе существует космическое излучение, а именно потоки высокоэнергетичных протонов, которые вызывают свечение различных элементов в гамма-диапазоне и характеристические линии, возник вопрос, а можем ли мы обнаружить такое излучение от редко земельных элементов, например, на поверхности Луны, то есть на небесном теле, которое наиболее близко к Земле и может быть в какой-то среднесрочной перспективе подвергнуто исследованиям непосредственно на ее поверхности. Значит, ну, редкоземельные элементы, как все знают, это 17 редкоземельных металлов, лантаноиды, а также и 3 искандий. Значит, вот здесь в таблице эти элементы перечислены, указаны содержания, среднее содержание на Земле, вот, и мы из этого списка отобрали 11 элементов, которые, ну, относительно легко доступны, и изготовили из них, из оксидов этих редкоземельных элементов, образцы для того, чтобы в лабораторных условиях проверить, как гамма-линия от этих элементов возникает, какую они имеют интенсивность, и можно ли их обнаружить в планетных исследованиях с помощью ровера космического гамма-спектрометра. Значит, впервые про редкие Земли на Луне стали говорить в конце 90-х, в 2000-х годах, когда гамма-спектрометр на борту Лунар-проспектора обнаружил повышенное содержание Тория в районе лунных морей и океанов, а именно это Океан-Бурь. Значит, здесь представлена карта содержания Тория в отчетах, а вот на этом слайде показано содержание Тория в ППМах, и вы видите, что есть области, в которых содержание Тория на порядок превышает среднее содержание по Луне. Значит, с Торием связаны также там, где много Тория, повышенное содержание калия, редкоземельных элементов и фосфора. Ну, вообще, эти области связаны с выходом магматических пород из недр Луны, и то есть, вот эти редкоземельные элементы на Луне можно встретить вот в относительно молодых лунных породах. Значит, Максим Леонидович до меня рассказал про нашу измерительную установку, она во многом аналогична. Значит, в пучок ускорителя помещается образец, вот он, такая медная коробочка с оксидом внутри, масса оксида порядка 250 грамм, и сбоку, вот с помощью германио-детектора, мы регистрировали гамма-излучение от возникающего под воздействием 200-мелл протонов от образца. На этом слайде показан пример для образца из церия. Значит, жирная кривая соответствует измерениям с образцом, тонкая линия это фоновое измерение, когда измерение проводится без образца, и сравнивая два этих спектра, можно увидеть появляющиеся линии элементов, ну вот в данном случае линия 755 кф примерно, она показана справа, измерения проводились в двух режимах, как вот рассказывал Максим Леонидович, в режиме вмеченном, режим совпадений с протонами, а также в интегральном режиме, и линии элементов находились и в том, и в другом случае. Значит, для 11 облучаемых образцов мы нашли 45 линий. Особенностью является то, что ряд линий являются одиночными, то есть они наблюдаются для конкретного редкоземельного элемента и не наблюдаются для других элементов. Также были найдены совместные линии, они показаны справа, вот в этой колонке, то есть они наблюдаются для разных образцов, то есть их нет в фоне, они наблюдаются для разных редкоземельных элементов и вероятно связаны с тем, что просто при облучении образуется один и тот же изотоп, который излучает конкретную линию. Одним из основных выводов исследований является то, что мы оценили, какие потоки можно ожидать при эксперименте на Луне. То есть для разных лунных пород содержание редкоземельных элементов, которые были получены при доставке образцов с Луны на Землю в прошлые эпохи космических исследований. И также мы оценили, за какое время можно, например, уверенно детектировать, скажем, линию Церия при наблюдении лунных пород содержания редкоземельных элементов, в которых соответствует содержанию таких элементов, например, в месторождении в Китае Баянова. Ну это крупнейшее месторождение редкоземельных элементов. Ну и было найдено, что примерно нужно 16 часов. Это время можно, естественно, сокращать увеличением чувствительности гамма-спектрометра. Там сделать можно несколько гамма-спектрометров. Ну, в общем, вполне разумное время для таких исследований в рамках лунных миссий. Значит, по мере выработки земных месторождений в среднесрочной перспективе, значит, естественно, рано или поздно произойдет процесс, когда на Земле будет нехватка этих элементов, и добыча таких редкоземельных металлов на Луне станет экономически целесообразной. Результаты данных работ были поданы в международный журнал «Акта астронавтика». Вот в ноябре мы статью завершили, отправили, получили хороший отклик от рецензентов. Ну и надеемся, в ближайшее время работа будет опубликована. Ну, значит, еще два слова скажу про перспективы наших дальнейших исследований. В феврале мы провели еще один сет измерений, в рамках которого мы улучшили свойства регистрации, то есть мы проводили измерения только в интегральном режиме, в более удачной конфигурации с точки зрения пучка и детектирования. И вот, говоря про цели, если мы в прошлых измерениях нашли порядка 10 линий, то сейчас их количество перевалило за 50, часть линий присутствует в различных каталогах и атласах, а также мы нашли довольно много линий, которые в ближайшее время будем интерпретировать и готовить следующую публикацию. Это касается и других элементов, в других элементах картина похожая, тоже найдено очень много характеристических линий от редкоземов. Вот, наверное, на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Васильевич. А как Вы думаете, когда придет время на Луну идти за редкоземельными элементами? Ну, я думаю, это, конечно, не ближайшие 5-10 лет, но лет через 20 вполне такая, я думаю, что возможность будет. Ну, это, если говорить про исследование научное, то есть не в таком промышленном смысле, а про такой первичный поиск на поверхности Луны, то это, я надеюсь, произойдет гораздо раньше. То есть это, мне кажется, перспектива порядка 7-10 лет. Вот Максим Леонидович сказал, что лунная российская программа активно развивается и запланирован луноход. И на такой луноход может быть посадочная станция. Либо посадочная станция. Но можно понимать, что Луна – это есть такое, как бы, увлечение мирового сообщества, и поэтому много миссий будет, и только российские. Ну, есть понятие «посадочная платформа, которая садится и не двигается». И все изучения производятся с борта этой посадочной платформы. Преимущество в том, что можно посадить тяжелую и с тяжелым оборудованием. Есть понятие «мобильная платформа», которая может двигаться, ну, типа, в скобках луноход. Как бы, тяжелого лунохода нету сейчас, вот ни у кого. Вот даже у китайцев, хотя у них там ползает, но он все равно весит не так много. Он там весит порядка двухсот килограмм. Но это достаточно сложно сделать, потому что для него нужно решать гораздо большее количество задач технических. Поэтому, соответственно, есть два варианта. Можно садиться на такой постоянной платформе, с него производить мониторинг на того места, в окрестностях, в котором ты сидишь. Или сделать луноход, который будет ползать. Но там уже приборы будут, к сожалению, с ограничением по массе. Ну, вот кто будет заливать там ДТ-каргер, германивая. У меня вопрос следующий. Относительно фазотрона, какие необходимы вам параметры пучка все-таки? Ну, я могу так сказать, что, наверное, самое важное для нас это обеспечить достаточно большую площадь облучения, чтобы проверять неоднородность поверхности. То есть в нашем случае было порядка 8 на 8 сантиметров. Среди них мы выделяли как бы участочек 2 на 2 сантиметра, чтобы как бы вот эту неоднородность искать. Вот, поэтому вот это как бы в первую очередь. Второе, это по энергиям, какие энергии есть, такие есть, это более-менее устраивает. Вот, интенсивность, которую нам создавали, нам не нужна тут, естественно, большая интенсивность, потому что галактические лучи они такой интенсивностью не обладают. Но вот на фазотроне удавалось нам как бы пучок понизить до каких-то разумных пределов, где это можно, ну, чтобы, условно говоря, избежать захлебывания детекторов. Вот. Соответственно, ну и временная структура тоже нас устраивает пучка. То есть вас другой протонный ускоритель тоже устроит? Вот, нас в теории другой протонный ускоритель нас устроит, который бы позволял облучать такую как бы достаточную поверхность, ну, так могу сказать, что это не точечный пучок, это хотя бы вот это 8 на 8 или 10 на 10 сантиметров. Я даже больше того скажу, я как бы выступал с докладом на одном из круглых столов НИКИ, я как бы рассказывал, но мое такое понимание, что та возможность, которая как бы представится, она еще может нескоро представиться. И я здесь не рад, то есть за то, что нужно хранить фазотрон там во веки вечные. Я говорю о том, что, и у меня такое ощущение сложилось вот из предыдущих как бы выступлений, что важно сохранить на переходный период какую-то возможность. То есть, пока не построили что-то новое, нужно хотя бы как-то по минимуму использовать что-то старое, чтобы как бы проводить эти исследования. Потому что все эти установки, ну, мое такое сложное, они достаточно сложные, пока ты их запустишь в эксплуатацию, пройдет довольно много времени. Конечно, можно ездить куда-то в Баку, но я не уверен, что это... В площади это понятно, что уникальный наш фазотрон, другого вы не получите. По энергиям это наш фазотрон, в других регионах вы этого не получите. Ну, ладно, я... Тут еще надо учитывать, что сеанс длится неделю, 8 часов в день. Где еще так им дадут работать? Хорошо, спасибо. Еще вопросы к докладчику имеются у нас? Из Зума вопрос. Тогда спасибо, Дмитрий Васильевич. Следующий доклад через Зум. Через Зум. Через Зум. Так, коллеги, следующий доклад, говорит, будет через Зум. Испущено у нас выступает Александр Евгеньевич Шемяков и Алсу Рашидовна Дюкина. Доклад называется у нас «Исследование действия высокоэнергетичного протонного облучения ускорителя фазотрона в режиме большой мощности на мышах ин вива». Так. Есть у нас соединение? Спущено. Алло. Да, да, мы вас слышим, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Спасибо, возможно, сейчас включу презентацию. Благовидно, да? Все хорошо. Так, ну, название уже было сказано. Да, работа проводилась в нашей лаборатории, находящейся в Кущино. Ну, уже немного было сказано про протонную терапию и про флэш, но тем не менее, в минуту также. Что протонную терапию с каждым годом все доступнее становится по всему миру. И уже вот в прошлом году перевалило за 300 тысяч пролечных пациентов за год по всему миру. Но тем не менее, ищутся новые оптимальные условия для повышения эффективности данной вида лучевой терапии. И одним из видов как раз стала флэш-радиотерапия, облучение высокой мощностью, более 40-50 грей за секунду. Это все пока только, конечно, исследования. То, что на людях было, по-моему, два пациента пролечено, это пока тоже такие экспериментальные работы. Но тем не менее, наблюдается за последние пять лет резкий рост публикационных работ по данной тематике, по флэш-радиотерапии, где ряд исследователей показали, что увеличение мощности доставки дозы может снизить токсичность на здоровой ткани, так как опухолевые клетки оказываются более чувствительными в данном виде облучения. Но стоит отметить, что также есть и ряд работ, где не показан эффект снижения токсичности. То есть флэш-эффект также отсутствует при высокой мощности. Тут еще до конца все точки не расставлены. Ну и вот в 2021 году узнали, что есть такая возможность провести исследования, поучаствовать в исследованиях на флэш-пучке в Уэй-Яй. Конечно, сразу стало интересно это делать. Собственно, все собрали и поехали. С вами на голову. И вот за два года, за 2021-2022 год, нашей группой было проведено четыре сеанса обучения животных и опухолевых клеток в последнем сеансе в декабре прошлого года. Если в 2021 году это было обучение животных в дозе 8,5 ГРЭЙ на исследование выживаемости и обучение животных в дозе 1,5 ГРЭЙ для исследования нейтроядерного теста и клеточности тимусов и селезенки, мы дальше к ним перейдем. В 2022 году также были повторены обучения опухолевых клеток в дозе 7,8 ГРЭЙ, так как первый сеанс оказался не самым удачным. Ну и фактически у нас три таких функциональных сеанса полноценно было проведено только. Ну и также был повтор обучения животных в дозе 1,5 ГРЭЙ и обучение в суспензии клеток в дозе 40 ГРЭЙ и 60 ГРЭЙ, как во флэш-режиме, так и в стандартном режиме обучения. Вот здесь на фотографии представлен флакон, в котором располагается мышь, без наркотизации, достаточно комфортно себя чувствует во время обучения. Ну и вот так каждой пол одной мыши проводилось обучение. Суммарно было обучено за все четыре сеанса больше двухсот животных уже. Ну и к результатам. Первое – это выживаемость, что нам было интересно посмотреть. Ну это, повторюсь, доза 7 ГРЭЙ и 8 ГРЭЙ, как во флэш-режиме, так и в стандартном режиме. Ну удивление было отмечено, что во флэш-режиме гибель животных начиналась на десятые сутки. В отличие от группы обученых в стандартном режиме, там гибель начиналась только на пятнадцатый день. И более быстрая динамика гибели животных обученых во флэш-режиме наблюдалась. Так, к двадцатым суткам у нас во флэш-режиме, оно в зависимости от дозы, 7 или 8 ГРЭЙ, в живых осталось от 40 до 60 процентов животных. В то время как при стандартном режиме мощности в живых оставались от 80 до 90 процентов. Ну и дальше, правда, со временем они все практически выходили на один уровень, на пятидесятый день примерно. Однако вот такая вот разная динамика гибели наблюдалась. Следующий тест, микроэйдерный тест, наш стандартный тест, который использовался и на протонах, и на гионах природа, на гамма-квантах, на преоблучении гамма-квантами. Микроэйдерный тест используется для выявления индукции нарушений хромосом при анализе процитов в костном мозге животных. И с увеличением повреждающего воздействия увеличивается частота появления процентов с микроядрами. То есть увеличивается вот такая частота... Ну да. И таким образом, при облучении во флэш-режиме в дозе 1, 1, 1, 1, наблюдается незначительный рост. То есть доза независимый эффект у нас присутствовал. С увеличением дозы у нас не повышался рост элитроцитов с микроядрами. Как вот здесь показано в примере стандартном облучении в дозе 1 и в 3, где виден резкий рост числа элитроцитов с микроядрами при дозе 1, 1, 1, 1, 1. И статистически-нестоверные различия наблюдались при облучении в дозе 1, 2, 1, 1, 1, 2, стандартном и в флэш-режиме. что может свидетельствовать как раз о более щадящем от действия в данной дозе. Следующим тестом, которым мы оперируем регулярно, это креточность нефоидных органов, тимуса и селезенки. Они являются активными пролиферирующими тканями и основными гомеостатическими регуляторными органами для внутренней системы организма. И они одними из первых реагируют на внешние факторы воздействия на животного. Здесь самая правая пара столбцов, контрольные значения показаны для индекса массы тимуса и селезенки у здоровых животных не облученных. И их можно сравнить с облученными животными. Видно, что при любом облучении у нас идет снижение клеточной активности, то есть снижение массы органов целиком. Но статистически, если взять флэш режим в дозе 1,5 грея, то у нас статистически они не отличаются друг от друга. То есть с увеличением дозы в флэш режиме никаких эффектов не наблюдается. В отличие от стандартного режима, где у нас с увеличением дозы от 1 до 1,5 грея видно, но только, правда, по индексу массы и селезенки виден спад пролиферативной активности. Александр Евгеньевич, у вас 2 минуты еще остается. Да, у меня тут басай досталось, спасибо. Ну, в общем, статистически, наверное, различен. Но есть только при облучении в дозе 1,5 грея во флэш режиме в сравнении со стандартным режимом. Что также может свидетельствовать более считающим воздействием данного метода облучения. Но это все касается здоровых животных, нормальных тканей, то есть не обухолевых. И вот в последнем сеансе в декабре прошлого года нами было проведено облучение культуры обухолевых клеток в Эйкендорфах. Вот здесь на фотографии представлено, как оно располагалось в процессе облучения. Облучение проводилось в базе 40 грей и 60 грей, как стандартно, так и во флэш режиме. И с последующей инкуляцией этих клеток обухолевых в мышам. Ну, непосредственно сразу там, в течение получаса после облучения. И дальше уже нами изучался частота появления опухолевого узла у животных и динамика роста. Ну, здесь как раз представлена фотография мышки с опухолью. Графика, к сожалению, пока еще не представлена. Это последние результаты, сейчас только обрабатываются отчислено. Но могу сразу сказать, что из этих всех четырех групп, то есть 40 грей, 60 грей, флэш и не флэш, опухоль выросла только в группе 40 грей, облученной дозе 40 грей во флэш режиме. Что, ну, достаточно неожиданно для нас было. Конечно, в флэш режиме мы не ожидали появления опухолей. Ну и все, к выводам. Флэш режим облучения животных демонстрировал более щадящее воздействие при облучении животных в дозе полтора грей, как по микроэзерному тесту, так и по индексу массы селезенки. Флэш режим приводит к более ранней гиблии животных при облучении в дозе 7 и 8 грей. И также флэш облучение суспензии опухолевых клеток в дозе 40 грей не приводит к полной гиблии опухолевых клеток. Ну, требуются повторные сеансы, если будет такая возможность облучения животных для снижения статистических разбросов и определения механизмов в поддействии на животных режим облучения высокой мощности. Ну и да, хочется отметить, что пыльчок позатрона обладает уникальными прайментами как по энергии, так и по дозовой мощности. Ну и спасибо за внимание и благодарность всему коллективу за возможность проведения экспериментов. Прошу прощения за голос на больничном направлении. Спасибо, Александр Евгеньевич. В этом докладе мы реально увидели статистически значимые результаты и что флэш-терапия работает лучше, чем стандартный метод. Ну и удивительно, что оборудование, которому более 70 лет, возможно использовать для таких современных исследований. Вопросы, пожалуйста, да, Дмитрий Владимирович. Ну вот, можете, спасибо за доклад, вернуться к вашим выводам на предыдущем слайде. Вот, я хочу просто обратить внимание Владимира Викторовича на второй пункт. Я имел в виду картинки, которые перед этим были показаны, рисунки. Там в двух методах, вот, по микроядерному тесту, да, индексу массовой селезенки, вот, если вернуться к тем диаграммам, по крайней мере, там больше, чем на сигму расхождение видно. Ну, в отличие от предыдущих данных... Ну, это я согласен. Просто вот пугает, что в итоге погибает-то раньше при флэш-терапии. Ну, это 7-8 грей на все тело. Это смертельное вообще. Это не доза для радиотерапии вообще. Это такой тест. Это тест для биологической эффекта. Но стоит упомянуть, что при облучении гамма-квантами, гамма-квантами, но на кобальте. Летальная доза порядка 6,5 грей, то есть еще меньше. Так все-таки, какой вы вывод-то делаете текущий из ваших исследований? Я уже запутался, а что в итоге? Пока никакой. Пока изучаем. Вывод тот, что надо продолжить исследование. Вывод только эффект есть. И эффект не тот, который мы изначально ожидали. Но что есть, то есть. Спасибо. Еще вопросы? Из зума вопросы есть? Нет. Хорошо. Спасибо, Александр Евгеньевич. И следующий докладчик у нас Александр Васильевич Латанов из МГУ. Пожалуйста. Так, это через зум, да, будет Александр Васильевич? Да, да. Сейчас. Слышно меня, да? Слышно, да. Да, слышно. Большое спасибо. Сейчас я загружу презентацию. Видно меня, слышно, да? Да, видно и слышно. Прежде всего, большое спасибо присутствовать и сделать доклад на таком замечательном заседании. Весьма многообразные вопросы, проблемы. Ну, я хочу поделиться нашими результатами, которые мы получили на животных. Речь пойдет про обезьян и немножко про грузунов. Несколько общих слов. Сотрудничать с институтом мы начали около десяти лет назад. Ну, в частности, с лабораторией радиационной биологии, с Евгением Александровичем Красавиным. Ну, и, собственно, работа с влучениями у нас началась в шестнадцатом году. Какие мы проводили эксперименты? Евгений Александрович, вот, при нашем взаимодействии посоветовал все-таки обратить внимание на ранние эффекты ионизирующей радиации, в частности, протонов высокой энергии, ну, на выполнение различных задач обезьянами. Ну, обезьяны, известно, макаки обладают, в принципе, таким же восприятием, такими же возможностями реагировать на изменения окружающей среды, выполнять очень сложные движения, так же, как и человек. Ну, и, собственно, цель была оценить перспективы возможных ранних эффектов, увидеть возможные ранние эффекты на операторскую деятельность человека при полетах в дальний космос, где, понятное дело, радиационная обстановочка весьма опасная. Вот. И мы в наших экспериментах оценивали базовые компоненты, которые лежат в основе операторской деятельности. Это выполнение зрительно-моторной инструментальной задачи, а не, скажем, на следующем слайде, и зарегистрировать конкретные движения, которые, собственно, составляют вот эту вот операторскую деятельность. Это быстрые движения глаз для поиска цели, для позиционирования взора на этих цели, зрительно вызванные сакады, называются их временные характеристики, в частности, латентные периоды и латентные периоды реакции рук, мануальных инструментальных реакций. С целью проверки устойчивости пространственного восприятия, за которое отвечают теменные области коры мозга, мы решили у одной обезьяны сделать облучение, селективное облучение. — Извините, Александр Васильевич, вы экран показываете какой-то? Мы видим вас, но не ваш экран, не вашу презентацию, если она у вас есть. — Ой-ой-ой, я не знаю, почему у меня... А мне дали право, как говорится, видеть? — Да, право говорят, дали. — Дали, дали, дали. Что ж такое-то? Так, сейчас не видите мою презентацию? — Пока нет. — Ой-ой-ой, и сейчас не видите? — Нет. — Ой-ой-ой-ой, я, честно говоря... — Может быть, надо видео отключить? — Мы ведем. Не, ну я, в общем-то, делаю все, что могу. Сейчас, секундочку. Так, панель задач. Ой-ой-ой. Печалька. — Внизу зеленая кнопка. — А-а-а, вот-вот-вот. Ой, простите, ради бога. Простите, ради бога. Да, сейчас, секундочку, очень много всего сказал. Сейчас я запущу презентацию и нажму эту зеленую кнопку. Так. 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 — Мы решили, что у вас устный доклад без презентации. Так хорошо все объясняете. — Да, да, да. Есть сейчас что-нибудь на экране? — Ну, мы вас видим. — Меня видите? А, а, сейчас, сейчас, секундочку. Ого. Вот это, наверное, да. — Да, сейчас видим презентацию. — Президент, отлично. Ой, извините, ради бога. Ну, я уже все фактически сказал, что на этом слайде, значит, для проверки устойчивости пространственного приятия мы облучили теменную область коры, селективных пикибрега. Мы совершили несколько, произвели несколько сеансов на фазотроне. Здесь вот даты и перечисленные. Мы сделали краниальное облучение всего мозга у четырех обезьян разного возраста, если быть точным, от 8 до 16 лет. Вот. И одно краниальное облучение, селективное облучение теменной коры в пикебрега вот в 18-м году на одной обезьянке вот с такими параметрами. Несколько слов про эксперимент. Он достаточно простой, но и не очень простой. Обезьянка фиксировала центральную точку, и вот там, где показаны квадратики, в этих местах появлялись короткие стимулы. Временные диаграммы вот этого всего изображены здесь. Значит, обезьянка фиксирует точку, возникает периферический стимул, фиксационная точка гаснет. Обезьяна совершает к этой точке движение глаз быстрое, сакадическое движение глаз. Вот. И когда вот этот стимул немножко пригасает, меняется его яркость, обезьяна должна выполнить мануальную реакцию, то есть движение рычага на себя, чтобы получить подкрепление. Вот при выполнении этой задачи мы можем очень точно измерять латентный период сакады и латентный период руки. Ну, я опустил некие технические моменты. Мы движение глаз измеряем с помощью быстрых камер с частотой до 500 Гц. Соответственно, вот такая вот точность измерения временных параметров. Вот как выглядит обстановочка. Всем хорошо известно это оборудование на пучке протонном. Размер пучка, соответственно, 8 на 8 миллиметров. В течение 5 минут обезьянка получала полную дозу тригрея. Вот здесь квадратом ограничены, красным квадратом ограничены краниальное облучение, эффект, область краниального облучения. И в пике брега мы селективно облучали теменную корову. Ну, естественно, чтобы облучать теменную корову, нужно туда прицелиться. Мы делали КТ и определяли точные координаты. И потом эти точные координаты сотрудники фазотроне осуществляли определенные манипуляции с пучком для того, чтобы позиционировать его точно в это самое место. Вот так вот выглядит масочка, которая применяется при терапевтических сеансах на человеке. Ну и вот так вот мы облучили в пике брега теменную кору в обоих полушариях. Здесь некие характеристики нашего пучка. Ну и краткий результат. Значит, эффективность выполнения зрительно-моторной инструментальной задачи – это доля правильных реакций. Вот при привозении эксперимента. У одной обезьянки мы сделали для контроля ложное облучение, свозили на фазотрон, но ничего не делали. Ну, видно на всех графиках, что по мере облучения в течение примерно 100 дней, вот здесь вот дни, после облучения здесь красная стрелочка, мы видим равномерное увеличение эффективности. Это говорит о том, что системные механизмы, которые определяют условно-рефлекторную инструментальную деятельность, не страдают. И обезьяны прекрасно справляются с задачей. Но надо сказать, что их общее самочувствие и поведение, вот такие дозы облучения никак не нарушают. Ничего на глаз не видно. Обратите внимание, что вот в правом нижнем углу при облучении протона в пике Брега у одной обезьяны мы увидели очень большой разброс параметров. Это один из, может быть, признаков того, что мы немножечко нарушили теменную кору. Ну, а теперь, собственно, основное – это временные параметры наших сходических реакций. Вот справа выглядит то, что мы измеряли, схемка. Обратите внимание, что ложное облучение не вызвало никакой динамики. В принципе, в районе 180 миллисекунд это все осталось. А вот при облучении протона у всех трех обезьян наблюдается увеличение латентных периодов, причем с локальными пиками. Ну, показаны регрессии, естественно, показывают эти регрессии некие глобальные эффекты. Опять же, протоны в пике Брега вызывают более высокий разброс латентных периодов движений глаз. Здесь показаны те же самые латентные периоды, но только движений рук. Ну, совершенно отчетливо видна такая вот тенденция. Ложное облучение не дало никакого результата, а протоны вызвали, опять же, градуальные изменения. Ну, здесь не очень может быть градуально на одной из обезьян, но, тем не менее, общая тенденция видна. Латентные периоды увеличиваются. И опять же, протоны в пике Брега вызывают большую, более заметную вариабельность вот этого параметра. Ну, мы построили корреляционные поля между латентным периодом. Я здесь не показываю движение глаз и движение рук. И получили очень высокие корреляции, близко к 90%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, вот эти вот эффекты определяются общими механизмами, из-за чего вот эти вот параметры скоррелированы. Ну, действительно, в обеспечении вот таких движений играют базальные ганглии. И если они подвергаются воздействию, то вправе мы ожидать эффекты и на глаза, и на руки. Ну, и буквально несколько слов про работу своих коллег, которые облучали мышей и крыс. Я не участвовал в этих экспериментах, поэтому вот просто декларативно показываю, что это произошло. Один из экспериментов был на крысах, у которых с аудиогенной эпилепсией. Значит, у этих крыс чувствительность к звуку выражается в том, что у них начинаются судороги. Но эти судороги имеют две фазы, первую и вторую фазу. Ну, и вот здесь показано, как после облучения на графиках в течение нескольких сеансов вот этого звукового облучения, ой, извините, воздействия, у них возрастают латентные периоды. Причем, ну, эффекты вот у контрольных тоже возрастают, и возрастают у облученных. Ну, видно, что у облученных есть тенденция к увеличению латентных периодов по сравнению с контрольными животными. Ну, однако, эти эффекты не были достоверны, и, естественно, здесь это не показано, потому что небольшая была популяция облученных животных. Ну, какой сделать можно было вывод? Вот это вот увеличение латентного периода отражает снижение чувствительности крыс к воздействию звука, то есть влияет на болевую чувствительность, потому что вот этот вот резкий звук имеет, так сказать, болевой компонент. Ну, и вот увеличение латентного периода свидетельствует о снижении боли после облучения. Ну, какие механизмы, я не беру здесь говорить. Мои коллеги, наверное, могли бы высказаться, но я вот не взял бы на себя милость. Так, и следующий слайд. Да, и были выполнены эксперименты на мышах. У вас две минуты осталось. Да-да, я заканчиваю. Однозначных эффектов мои коллеги не получили, но что вот было отмечено, что, ну, вы с помощью меток был исследован нейрогенез, и этот нейрогенез ослабился. Возможно, что это результат облучения. Ну, опять же, необходимы, наверное, еще дополнительные какие-то методы, в смысле эксперименты, потому что мышек тоже было не очень много. Но я уже завершаю. Наша работа была поддержана двумя гранатами РФФИ, УФИ. Участники, кроме нашей кафедры, сотрудники участвовали в лаборатории рационной биологии, Институт высшей нервной деятельности и Институт биологии и генов. Всего за несколько лет сотрудничества с 2016 года по настоящее время опубликовано 13 статей в профильных журналах, 9 на обезьянах и 4 статьи на грузунах. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. Получается, что реакция обезьян не восстанавливается. На графике у вас было 100 дней, период наблюдения после облучения. Да, это ранние эффекты. Но надо сказать, что мы оценили, конечно, последующие периоды, но, может быть, не так далеко, как хотелось бы. Можно сказать, что латентные периоды проходили максимум где-то в период двух месяцев. От одного до второго месяца, иногда до третьего месяца, а затем, некоторое время спустя, эффекты эти снижались, но они оставались повышенными. Нет просто у меня сейчас точных, более точных данных. В общем, эффект этот остается. Но при этом поведение обезьян не меняется. Некоторые из них, ну, некоторые старые, мы уже от них избавились, а вот молодые еще живут. Соответственно, внешне ничем не проявляются эти эффекты. Ну, основной вывод о том, что через месяц, примерно через два, после воздействия, возможно, вот увеличение латентных периодов. А это, естественно, ну, существенный момент при оценке сохранности операторской деятельности. Можно прогнозировать вот эти негативные эффекты и на человека при таких радиационных воздействиях. Спасибо. Александр Васильевич, а теменную кору, это какой эксперимент вы когда облучили? Теменную кору, сейчас я вернусь, вернусь, теменная кора. Это было в восемнадцатом году. В восемнадцатом году. Вот такие параметры. 155 минут. А дальше для статистики чистое корнеальное облучение. Да, да. По крысам это данные Политаевой, да, Инге Игоревне? Да, да. И вы участник, Игорь Владимирович, вы участник этих экспериментов. Знаете, вы меняете исследования. Ну, извините, я не мог глубоко в них разобраться. Хорошо. Спасибо. Вопросы еще есть? Нет. Из зума вопросы, Саша? Нет. Тогда еще раз поблагодарим Александра Васильевича. Спасибо вам. Ну, в завершение я хотел высказать благодарность всех участников наших экспериментов и лаборатории радиобиологии, сотрудников и дирекции, руководства. Ну, и, конечно, Геннадия Валентиновича Митсона. Без него вообще этого ничего не получилось. Ну, и, пользуясь случаем, хочу высказать благодарность Алексею Красноперову, это сотрудник ЛЯП, который нам помогал наладить вот это вот оборудование, программное обеспечение для регистрации движения ГЛАС с помощью быстрых камер. Спасибо. Спасибо. Переходим к следующему докладу. Владимир Ильич Стегаевов, пожалуйста, Владимир Ильич. Алло, алло, слышите меня, да? Да, слышим, пожалуйста. Мой доклад будет из области ядерной физики, структура ядер. В несколько вводных слов скажу, что структура ядра это такая вещь, которая, ну, можно сказать, требует внимания как методистов, экспериментаторов, так и теоретиков. И есть такое понятие, как квадропольный момент у ядра. Изменение квадропольного момента это такая вещь, которая происходит в какой-то определенной области. Есть орбиталь, во всех ядрах есть ядра с N89. Вот ядра в области N89, они, по крайней мере, в области тех ядер, которые мы будем обсуждать, они меняют квадропольный момент. Положительный, ноль, сферическая форма и отрицательный. Вот в этой области смены квадропольного момента мы как раз проводили эксперименты. Специфика этой области в том, что раньше считали, что это изменение квадропольного момента происходит мгновенно, фазовый переход. Но сравнительно недавно было доказано, что изменение происходит на виде полосы. Две-три массы участвуют в этом деле. То есть это процесс не скачкообразный, а как все в природе, наверное, плавно. Но в данный момент, в данной работе я представляю три ядра. Хочу представить вам результаты исследований трех ядер. Гольмия 156, 158, 160. Массы ядра. Гольмия 160 – это сильно деформированное ядро. Параметр деформации порядка 0,3. 158 – меньше, 156 – это фактически круглое ядро. А 154 – уже он короткоживущий, к нему тяжело дотянуться. И он имеет отрицательную деформацию. Скажу несколько слов, что эксперименты начинались еще много лет назад на комплексе ИСНАП. Комплекс расположен к пристройке фазотрона. Исследования проводились в основном на германиях, на детекторах из сверхчистого Германия. Исследования проводились как в онлайн, так и в оффлайн режиме. Сейчас же, после того, как на ИСНАПе идет уже в течение двух лет ремонт, там измерения проводить и онлайна нет, онлайн режима, мы работаем в оффлайн режиме. Режим оффлайн на фазотроне – он специфика режима. И что нас устраивает? Два момента заключаются в том, что, когда мы работали на комплексе ИСНАП, у нас был масс-сепаратор, протоны били, доставлялись прямо в комплекс здания ИСНАПа, били в ионный источник в мишень. И масс-сепаратор потом практически от водорода до урана мог выделить любую массу. Сейчас у нас масс-сепаратора нет, но мы облучаем на пучке и выходим из положения за счет того, что используем детекторы с большим разрешением из сверхчистого Германия. Что это за детектор, вы, наверное, многие представляете. Регистрируют гамма-излучение в диапазоне 5 МФ примерно на 100 КВ-ах разрешение 1 КВ или меньше, а на 5 МФ-ах 3-3,5 МФ. Вот такое разрешение и такая эффективность регистрации позволяют исследовать облученные мишени, которые облучаются на фазотроне и исследовать, как гамма-излучение, исследовать спектры, наблюдать, как ведут себя спектры в процессе распада облученной мишени. В качестве мишени используем моноизотоп Гольми-165, изотопы, которые исследуются. Вот здесь живут минуты. Показано, видно, да? То есть мы имеем возможность при работе с минутниками взять мишень, принести к детектору и проводить измерения. До секундников мы, конечно, не дотягиваемся. То, что было возможно на ИСНАПе, здесь неизвестно. На этой картинке показан, хочу сказать, что распад ядер Гольми, о которых я говорил, которые находятся в области изменения квадрупольного момента, он, распад основного состояния, он, как правило, больше, чем распад изомеров, которые существуют в этих ядрах. Изменение квадрупольного момента связано, конечно, как вы понимаете, с перестройкой внутренней структуры ядра, и там образуется, в результате ломки связи, образуется много изомеров. Все эти ядра специфичны тем, что в каждом ядре имеется несколько изомеров – секундники, минутники. И изучение ядер заключается в исследовании, в установлении распада этих изомерных состояний. Изомерные состояния, конечно, связаны друг с другом, задача непростая, но, тем не менее, мы ей и занимаемся. Вот на этой картинке показан распад наиболее характерных… Да, несколько слов скажу. Вот если зоологию ядер взять, то вот здесь видно, в красном объединены ядра Гольмия, видно их связи с соседними ядрами, и можно представить, как все это расположено в периодической системе Менделеева. Вот ядро Гольмия 160-го. Основное состояние живет 26 минут. Первая возбужденная – 5 часов. Ядра, как правило, нечетно-нечетные, о которых мы разговариваем, имеют нечетный протон, нечетный нейтрон, структуру очень трудно рассчитывать, и картина очень запутанная в смысле изомерии. Вот на этом ядре видно, что основное состояние живет меньше, чем первая возбужденная. Первая возбужденная живет 5 часов. Поэтому все это добавляет сложности в изучении ядер. И вот на этой картиночке представлен распад изомера, 6-минутного изомера, 7-минутного изомера в ядре Гольмия 156-го. Видно, что распад, вот черный показан распад, основное состояние 56 минут. Если из этого распада вычесть, из общей кривой вычесть 56-минутную составляющую, это будет 7-минутная активность, которая здесь показана. И мы видим, что распад изомера равен 7-минут, Гольмия 156-7 минут. И как подтверждение справа показан распад изомера отдельно по распаду гамма-излучения. Ну вот таким здесь показан фрагмент спектра. Таким образом мы исследуем практически, производим исследование, изучение практически каждого ядра. Вот Гольмия 156-й распад, Гольмия, переход, распад происходит в диспрозии. Тут скажу такую вещь, что в этой области, в области N89, в области смены знаково-квадрупольного момента, работают, можно сказать, многие законы, навскидку, если взять, законы квантовой механики, работают плохо. Ну и, например, вот здесь мы видим, что распад Гольмия 166-го, у которого основное состояние 4-минуса, это изомер, изомер, это, значит, К, квантовое число К равно 9-ти плюс, так как это изомер, идет на распад на полосу основного состояния диспрозии 166-го. Здесь К равно 0, распад 9-ка, это запрет на каждый К, 10, значит, 9 нулей, распад идет. Такие переходы называются, ну, в общем, они запрещены пока. Но, тем не менее, идут, как теоретики говорят, за счет перекрытия волновых функций. Ну, здесь тоже тот же Гольмия показан. А вот здесь показан фрагмент диспрозии 156-го. Здесь фактически все это новые данные, которые мы смогли добавить, вот красненьким обозначены новые данные, которые мы смогли добавить тем данным, которые были на ИСНАПе. И фактически можем сказать, что от Гольмия 156-го в диспрозии исследование этого процесса распада нами закончено. В этой таблице показаны, мы измерили выходы, выходы изомеров. Ну, конкретно здесь показан один изомер, 7-минутный, выходы изомеры в этом ядре. Это сравнение с систематикой. А на этом слайде показаны практически все времена жизни изомеры, которые мы померили в этих трех ядрах. И необходимо сказать, что... Да, все, я к выводам перехожу. Необходимо сказать, что такая методика, когда мы работаем без масс-сепаратора при использовании фазотрона, а именно, когда фазотрон имеет очень большую интенсивность, 10-13, и если мы облучаем мишень 15 минут, это добавить еще 3 нуля к нашей интенсивности, к одному микроамперу. За 15 минут мы получаем интеграл 10-16. И измеряем 10-15 минут для нашей области ядер изомеров. Это как раз то, что нужно. Если интенсивность будет меньше, мы не сможем проводить эти измерения. Поэтому фазотрон в этом смысле является уникальной машиной, которой на просторах бывшего СНГ до сих пор нет. 660 мев – это диапазон, который позволяет получить энергии нейтрона от 660 мев и ниже, до нуля. А то, что было сказано, что в Баку там всего 26 мев, это на таком ускорителе ядерной физикой заниматься практически нельзя. Единственная надежда на Гатчину. Но в Гатчине тоже темные времена непонятно. Поэтому мы радуем за то, чтобы фазотрон работал хотя бы в переходный период. И все исследования, чтобы коллективы физиков не разбежались. У нас с нами сейчас работают вьетнамцы, узбеки, казахи, армяне. Если 5 лет не будет ускорителя, все эти коллективы рассыпятся. Ну, тут у меня еще есть какая-то информация, но нет времени. Мы облучали ленты ВТСП, облучали, получали какие-то данные, об этом уже говорили. Ну да, был доклад специальный первый. Об этом не буду. Все у меня. Пожалуйста, все вопросы. Спасибо большое, Владимир Иванович. Владимир Иванович, извиняюсь. Здесь просто наши мысовые результаты сравнивали с нуклатроном, с линоком и с экспериментами с помощью лазерного пучка. ИТФ, ИТФ Московский институт сотрудничает с нами. ИОФАН, ИТФ. И вот совместные эксперименты позволяли нам как-то сравнить наши результаты. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Так, вопросы, пожалуйста, к Владимиру Ильичу. Саши из Ума есть вопросы? Спасибо, Владимир Ильич. Спасибо.